Друзья, давайте начнем секцию, вторую, от Social Media Club. Я еще раз представлюсь, меня зовут Алексей Циверов, я занимаюсь проектом Social Media Club. Сейчас у нас выступит Сережа Кузнецов из агентства из KCG. Собственно, я передаю ему слово. А можно я возьму без проводочка, мне такой удобный. Конечно, конечно. Леша. Добрый день. Значит, как раз в Антракте все обсуждали, что за редкими исключениями все участники конференции говорят то, что все остальные и так знают. Это, мне кажется, стало хорошей традицией на конференциях, посвященных Social Media. И я поэтому решил, собственно, построить свой доклад именно вокруг понимания знать. Есть известное выражение, мы знаем свою аудиторию. И это говорят иногда клиенты, иногда говорят агентство, мы расскажем вам про вашу аудиторию. И, как мы все знаем, важная часть работы в Social Media это как раз умение работать с точно выбранными сегментами аудитории. Поэтому их надо знать и так далее и тому подобное. Вот сегодня я немножко поговорю о том, что же на самом деле означает знать свою аудиторию, и что под этим обычно имеется в виду, и что на самом деле под этим может иметься в виду, если подходить к делу, ну, немножко более аккуратно, чем это делается. Значит, сначала это понятный простой слайд, который показывает четыре типа, это из серии того, что все знают, а четыре типа пользователей, которые у нас есть в Social Media, когда у нас есть какой-то проект, неважно, это группа, страница, приложение, в общем, что-то, путем чего мы пытаемся взаимодействовать с людьми. Да, и тут у нас есть такая пирамидка, она на самом деле не так оптимистично выглядит, как здесь нарисовано, а вот так вот, да, то есть у нас очень много людей, которые хоть что-то узнали, ну, скажем, увидели рекламное объявление, хуже того, получили спам, ну, в общем, всякое бывает, да. Там увидели, не знаю, лайк, хорошо, на худой конец увидели лайк в своем френдфиде. Вот, потом идут пришедшие пользователи, которые перешли куда-то в эту вашу группу, в это ваше приложение, их гораздо меньше, и если бы я рисовал в реальном масштабе, то, конечно, слайда бы мне не хватило, и узнавшие хоть что-то разбегались бы по стенам таким вот длинным-длинным прямоугольником. Пришедших раз в 10 или в 100 меньше, из них еще меньше присоединившихся, но самое интересное, это активные пользователи, которые не один раз присоединились к приложению или к странице, или к чему-то еще, а что-то там делают. Это то, что мы можем условно называть таким ядром аудитории, они нам интереснее всего. И, собственно, этот слайд еще иллюстирует важную вещь, которую вы все знаете, а клиенту иногда приходится объяснять, что социал-медиа у нас про длительные отношения, а не про охват. Поэтому неважно, насколько нижний прямоугольничек длинный, главное у нас происходит наверху пирамиды, где стоит восклицательный знак. То есть кто же у нас наши активные участники, те, с кем мы простраиваем наши длительные отношения. Это и есть та самая аудитория, которую надо знать. Длительные отношения устанавливаются с активными участниками и с присоединившимися пользователями, которые, так сказать, отдекларировали свой интерес к тому, что сделано брендом, агентством, компанией, неважно, будь то приложение или страница, и иногда туда заходят, не очень часто. И вот тот вопрос, о котором мы задумываемся, это что мы знаем на самом деле об этом людям. Потому что мы всегда говорим своим клиентам, я думаю, не мы одни, мы не просто соберем столько-то там тысяч или десятков или сотен тысяч человек, но это будет ваша целевая аудитория, это будут те люди, для которых вы пришли в социал-медиа. Но что мы хотим знать по аудиторию, чем, собственно говоря, аудитория задается? Есть четыре группы параметров. Первая из них традиционная, называется соцдем, социальная демография, полвозраст, география. С ней все привыкли работать еще с тех времен, когда были баннерные сети. Дальше начинается интересное, и интересное как раз связано с тем, чем занимаются соцсети. Первое – это отношение к бренду, к продукту, к компании, к тому, вот вокруг чего выстраивается, по большому счету, ваш объект, приложение, страница, группа. Это лояльность, частота покупок, является человек активным адвокатом бренда, или просто иногда покупает, рекомендует друзьям или не рекомендует. В общем, возникает много вопросов. Третья группа – это психологический портрет. Это его социальный статус, стиль жизни, его вкусы и пристрастия, как он любит кино, музыку и все остальное, какое его, опять же, медиапотребление, что он читает, на каких сайтах он бывает и так далее и тому подобное. Это важная, на самом деле, группа параметров, потому что очень часто клиенты, которые хотят работать в социал-медиа или компании, которые хотят работать в социал-медиа, говорят не просто, что мы рассчитаны на мальчиков и девочек возраста от 18-24, живущих в больших городах, но и дальше начинают уточнять, которые любят у нас вот это и увлекаются вот тем, и они примерно столько там, не знаю, зарабатывают. Это все, что попадает в этот психологический портрет. И да, все примерно, когда что-то планируют в социал-медиа, стараются немножко это выхватить и учесть. И, например, главный, и, наконец, последний вопрос, который важен для того, чтобы не просто иметь, как нарисовано на предыдущем слайде, извините, присоединившихся пользователей, но иметь сколько-то активных пользователей среди них. Это что же хочет вот эта аудитория, описанная тремя верхними группами? Какие же у нее на самом деле желания? Она хочет, чтобы ее развлекали, она хочет скидок, она хочет какой-то информации, она хочет возможности пообщаться. Иными словами, вот четыре группы того, что надо бы про аудиторию знать. И скажем честно, что в большинстве случаев знания эти довольно не определены. Даже когда мы собрали всех этих людей и получили какую-то группу активных пользователей, там, скажем, в десяток тысяч, и каких-то еще десятки тысяч присоединившихся пользователей, нам довольно трудно, как правило, эту аудиторию описать. Но, конечно, все равно все ее описывают. Давайте посмотрим, как это происходит сегодня. Это все та часть, которую вы знаете. А потом я попробую рассказать, как бы это надо делать на самом деле, и как мы иногда делаем. Значит, соцдем описывают через внутренние данные соцсети. Это нормальный подход. Да, мы можем замерить, сказать, столько-то мальчиков, столько-то девочек, такого-то возраста, там-то живут. Это единственная группа параметров, где соцсеть четко, хорошо, верифицируемым образом дает нам ответ на вопрос. Вторая группа отношения к бренду и продукту. Обычно говорится магическая фраза. Это наша лояльная аудитория. Они кликнули лайк, они зафрендили нашего брендированного пользователя, они присоединились к нашему приложению. Это наша лояльная аудитория. Мы понимаем, что разница между лояльной аудиторией и ответом на вопрос, какова частота покупок, и рекомендуют ли они продукт друзьям, это две большие разницы. Наконец, психологический портрет. Вот здесь у нас, конечно, широкий простор для фантазии, и никто себе в этом не отказывает. Во-первых, есть много предположений. Если люди говорят, мы делаем для таких-то и таких-то, то они твердо считают, что те люди, которые это потребляют, и есть те самые. Во-вторых, можно проводить качественный анализ. То есть смотреть, задавать людям какие-то вопросы, смотреть, о чем они разговаривают, ну и благодаря этому что-то там понять. Классический пример, мы понимаем, бренд, который позиционирует себя как достаточно лакшери, собирает вокруг себя какую-то, скажем, группу, и потом, посмотрев, о чем говорят присоединившиеся к этой группе люди, выясняют, что в основном-то люди молодые, денег у них малое, они любят смотреть красивые картинки лакшери продукции, но денег на то, чтобы ее купить, в ближайшие 10 лет у них не будет точно. Да, это качественный анализ, довольно полезный. Хотя они адвокаты бренда, им очень нравится продукция. И, наконец, еще один способ выяснения вот такого психографии пользователя, это сопоставление с другой активностью. Можете действительно посмотреть, сколько людей, которые собрались в вашем приложении или в вашей группе, находятся в других группах. Ну и дальше мы предполагаем, что если человек в нашей группе и состоит также еще, не знаю, в группе любителей артхаусного кино, то он, наверное, действительно любит артхаусное кино, иначе что бы он там делал. И, наконец, последний вопрос, мы понимаем, что это прикидочный ответ. И, наконец, что хочет аудитория? Здесь самое любимое. Есть три стандартных ответа. А кто же их знает, что она хочет? Все они хотят одного в соцсетях. У каждого своя идея, что все хотят одного. И, ну, можно вот сделать опрос, задать им вопрос, а что вы хотите? Тут, конечно, очень важно задать правильные вопросы. И мы понимаем, что если спросить людей, что бы вы хотели? Больших скидок, новая информация о продукте. Все ответят, больших скидок. Еще можно спросить, хотите ли вы, чтобы вам раздавали деньги? Все тоже ответят. Да, мы хотим, чтобы нам раздавали деньги. Да, поэтому опрос на главный, это не очень хороший инструмент, потому что, во-первых, он цепляет только какую-то выборочную часть участников, во-вторых, как правило, делают непрофессионалы, которые часто задают такие вопросы. Ну, как задашь вопрос, так получишь ответ, короче говоря. Итак, я рассказал, как сегодня узнают про аудиторию. А вот как нужно узнавать про аудиторию. Это довольно известный способ. Тоже ничего нового, просто его редко применяют в соцмедиа. Сначала составляют правильный опросник. Не в формате опроса на главной странице, да, а с большим набором вопросов, с возможностью потом устанавливать корреляцию. Люди ответили на этот вопрос так, а на другой вопрос всяк то. Потом вырабатывают критерии репрезентативной выборки. То есть говорят, если у нас всего столько-то людей, то для того, чтобы мы оценили всю аудиторию, ну, надо взять столько-то человек, так-то распределенных по таким-то сегментам, скажем, по полу и возрасту. Все это умеют делать все социологи, которые работают где-то и как-то, я думаю, в общем, даже люди, учившие социологию, хорошо и аккуратно больше там года. После этого идет практическая работа. Надо действительно составить выборку из вот этих вашей аудитории, которые есть согласно описанным критериям. Я дальше на примере все поясню, будет понятно. Провести опрос и проанализировать полученные результаты. Это довольно научный способ. То есть мы все знаем, что есть маленькая ложь, большая ложь и статистические исследования, но, честное слово, поверьте мне, что по сравнению с тем, что рассказывалось на предыдущем слайде, статистические исследования гораздо ближе к так называемой правде. Что же у нас получается в результате описанных на предыдущем слайде работ? Во-первых, у нас получается штука, которая называется научно-миске сегментирование. То есть мы не говорим теперь, у нас есть наша аудитория, это вот это. А мы говорим, наша аудитория состоит из примерно там, не знаю, пяти или шести отличающихся друг от друга частей. С одной стороны это вот это, вот это, вот это, а с другой вот то, вот то, вот то. И это вот это, вот это, вот это, и вот то, вот то, вот то. Как раз и есть описание по вот тем параметрам, о которых я говорил выше. и отношение к бренду, и частота покупок, и психогеографии, и соцдем, и все остальное. Во-вторых, мы получаем описание реальных желаний пользователя. То есть не мы угадываем, на самом деле пользователю нужно больше пресс-релизов о нашей продукции, потому что он любит нашу продукцию. Нет, мы не предполагаем этого, мы действительно узнаем какие-то ответы, что пользователь хотел бы от жизни вообще, и от медиапотребления, и от общения онлайн в частности. Используя это, можно корректировать другие рекламные кампании, потому что на самом деле все получили довольно дешевую фокус-группу, по сравнению с дорогой фокус-группой, которая собирается не онлайн, а где-нибудь в аудитории и так далее. В-четвертых, очевидным образом, можно корректировать стратегию в соцмедиа, потому что если проводить эту процедуру не один раз, а проводить ее, скажем, каждый год, то можно узнавать много нового о том, что за этот год вы сделали и что вы добились. Это возвращает нас к вопросу, который страшно любят обсуждать на конференциях подобное этой, и на этой тоже уже успели обсудить, это про то, как же оценивать эффективность работы. Ну вот можно вот так вот оценивать, заметь в начале года и заметь в конце, посмотреть, что произошло. Ну и многое другого тоже получается. Теперь я перейду к примеру, потому что на примере всегда понятней. Значит, у нас есть группа Intel ВКонтакте Рум, которая старейшая техно-группа ВКонтакте, где беседуют о компьютерах, задают вопросы, отвечают на вопросы и так далее. В ней 120 тысяч присоединившихся. Из них какой-то не очень большой процент туда просто ходит ежедневно, а большинство заглядывает время от времени. А еще часть не заглядывает вовсе, а просто присоединился. Значит, было некоторое количество вопросов, поступивших со стороны Интела, которым хотелось бы понять про эту аудиторию. Значит, вопросы написаны у меня за спиной, и заключаются они в следующем. Во-первых, было интересно, как эти люди используют технику, насколько они ее широко используют, для каких целей. Во-вторых, как часто они играют в игры и в какие, ну не знаю, на мобильных, на компьютерах, на ноутбуках и так далее. Какие их отношения с мобильным интернетом и вообще их желание социализироваться. То есть, понятно, что сведено в один пункт, потому что мобильный интернет, в нем есть большая часть всякая, связанная с онлайн-общением таким, постоянным. И, наконец, последнее, что важно, конечно, на отделу маркетинга любой такой компании, что этим людям важнее? Внешний вид, там, маркетинговый посыл, то есть внешние вещи, или на самом деле объективные характеристики? Этим людям надо рассказывать про изменившуюся архитектуру процессора или про то, что это просто очень круто. То есть, мы понимаем, что это вопрос не про всех людей, а про людей, собравшихся в этой группе. Значит, почему эти вопросы можно было задать более корректно, чем я рассказал на предыдущем слайде? Я не могу как-то совсем углубляться в детали, в силу понятных обстоятельств. Дело заключается в том, что самой по себе компонент, часть работы была сделана раньше, бесконосительно нас и социал-медиа. Они глобально во всем мире поделили свою аудиторию на какое-то количество сегментов. Да, ну, условно, их можно называть, там, не знаю, гики, которые любят технику и следят за новинками, активные пользователи мобильных телефонов, и там домашние пользователи, которые ценят функциональность внешнего вида устройства, ну и так далее. Там много сегментов, я не буду про них рассказывать, потому что права не имею. Понятно, что если вы работаете с большими международными компаниями, они с некоторой вероятностью эту работу тоже внутри себя проделали, потому что она им нужна для оценки их эффективности, их крупных компаний, там, медийных, в телевизоре, во всем остальном. Они знают свою аудиторию глобально, и как-то они ее уже поделили. И можно дальше присоединиться к вот этому видению и сказать, давайте узнаем, как же ваша аудитория в социал-медиа, или там в группе, в приложении, что вы там сделали, на странице в Фейсбуке, и как она соответствует этой вашей сегментации. Значит, что мы сделали? Мы сделали выборку в 500 человек, примерно пополам бьющуюся из ядра, вот этих людей, которые ходят очень часто, очень активно, ассоциируют себя с группой напрямую. Из основной массы, которые вообще заходят, выбрали их так, чтобы распределение по соцдему внутри этих 500 человек примерно соответствовало распределению по соцдему в группе в целом. Ну там, понятно, что в группе в целом сильно больше мальчиков, чем девочек, но девочки есть, да, поэтому нам нужно было, чтобы здесь тоже девочки были. Да, и дальше, значит, используя разные инструменты, стали получать ответы на вот этот вопросник, который тоже у Intel существовал. Вот, и в результате, значит, все это мероприятие длилось где-то месяц, и мы получили какие-то результаты и выяснили, не могу сказать конкретный результат, но он вам не важен, да, сколько у нас там гиков, сколько домашних пользователей, сколько мобильных, сколько кого еще. Ну, например, выяснилось, что там нет людей, которые вообще не пользуются компьютером. Но это был очевидный результат. Зачем все это было сделано? Вопрос, который всегда хочется задать. Я подчеркиваю, что это было не чудовищно сложное и дорогое исследование, да, то есть это не история, что миллионы-миллионы и несколько, и полгода работы, да, оно такое вполне подъемное для нормальной крупной компании, которая тратит нормальную сумму на социал-медиа. Но зачем все равно получен этот результат? Зачем он может пригодиться? И почему на самом деле в этом результате заинтересован и бренд, и вы, ну, и на самом деле, как сказать, социальная среда, да, то есть те люди, которые сидят в этом приложении, еще в нем не сидят? Потому что, когда лучше понимаешь свою аудиторию, то лучше знаешь, куда надо развивать, ну, тот объект, который ты для этой аудитории делаешь. Да, если ты понимаешь, что у тебя собрались в группе одни гики, то ты перестаешь им рассказывать какой-нибудь бессмысленное маркетинговое бла-бла-бла про внешний дизайн, потому что он, видимо, не очень интересен. С другой стороны, можно увидеть, что есть какие-то сегменты аудитории, которые вам не охвачены, которые явно присутствуют в этой социальной сети, но вы их не достаете вот тем инструментам, которые вы используете. Значит, надо придумывать какой-то другой инструмент, либо развивать существующий, либо придумывать другой, для того, чтобы выцепить эту другую аудиторию, которая нужна вам, как компании, или нужна вашему клиенту. Значит, третье и важное. Об этом тоже часто говорят. Вот мы работаем в социал-медиа, а что это даст? Как это скажется на продажах? Как это скажется на отношению к продукту? Вот это такой один из первых шагов для ответа на этот вопрос. Да, если мы можем заметить отношение к продукту, там, не знаю, в декабре 2010-го и в декабре 2011-го, то мы можем видеть, что оно меняется. Если мы видим, что оно не меняется, то да, результат работы негативный. Поздравляю вас. Если мы видим, что оно ухудшилось, тем более поздравляю. Лучше всего, скажем, медь внутри социал-медиа, ну вот внутри и снаружи, то есть сравнивать с какими-то общими опросами, которые крупные компании все равно проводят. И это, наконец, важно для того, да, и таким образом мы подходим к еще одному кружочку, где рассказывается про эффективность работы в социал-медиа. Вот, мне кажется, основные вещи, связанные с тем, как можно мерить аудиторию и что можно получать на выходе. Опережая вопрос, который мне зададут, который называется «У меня маленькая компания, у меня нет денег на социологов, у меня нет денег на большое исследование, что мне делать и зачем, Сергей, вы мне это рассказали?» На это я могу сказать. Я понимаю, что это другая история, но все равно нужно вот это держать в голове как способ подхода. И, во-первых, стараться отвечать на вопрос «Что же я знаю на самом деле про свою аудиторию? А что я себе придумал?» И, во-вторых, да, стараться использовать, может быть, какую-то часть этого инструментария, выборочные опросы и все остальное, для того, чтобы ваше знание аудитории было более реалистичным. А теперь вопросы. Да, пожалуйста. А можно, вот смотрите, допустим, для социальных членов, ну, с вопросом, да? Раз. И выявили потребность... Давайте представитесь и скажите. Слушаем, все стали тоже услышать. Володина Елена. Ну, я интересующийся человек. Вот в социальных сетях пробую. Пробую пока как бы с небольшой аудиторией работать. Вот. Ну, на ресурсе, который не очень ценится специалистами на моем мире. Работаю с группой. У меня 380 тысяч человек там в друзьях. И вот я, в принципе, с такой группой работаю. И мне по этому поводу интересна такая вещь. Вы, допустим, выявили потребность, судя по голосованию, развивать группу для гиков, да? А группа меняется. То есть люди приходят, люди уходят. И через какое-то время вы провели какую-то работу определенную, да, рассчитанную именно на них. А добавились домашние пользы. Смотрите. Это ответ простой. Ничего не происходит. Надо сказать, что в сегодняшней ситуации в социал-медиа люди сами не приходят и сами не уходят. Если мы делаем группу для поклонников кактусов, в нее не добавятся поклонники маргариток. Это твердо и уверенно. Если в группе кактусов начать рассказывать про маргаритки, они могут добавиться. Если не начать, точно не добавятся. В этом смысле, ну, в крайнем случае уйдут поклонники кактусов, если мы будем скучно рассказывать. В этом смысле, мне кажется, это для того и нужно. Если мы понимаем, кто в группе и кого мы хотим туда добавить, мы можем решить, что мы хотим добавить поклонников маргариток. Тогда мы так отстроим политику. Это нормальная ситуация с любой работой с аудиторией. Спасибо. Кто-то еще тянул руку? Давай я побегаю тогда. Ну, давай, ты побегаешь с микрофоном. А я выпью воды. Ну, ладно, я тогда задам мой любимый вопрос. Ну-ка, поднимите руки те, кто все знали, что я рассказал. О, хороший результат, нормально. Обычно процентов 60 на таких конференциях все знают. Спасибо. Судя по всему, даже у тех, кто не знал, нет вопросов. Если они есть, их мне можно будет задать частным образом. Я некоторое время буду здесь сидеть, потом выйду, потушу свежим воздухом. В общем, я надеюсь, я буду обнаружаем. Спасибо большое. Да, да, давайте я представлю следующего спикера. Это Лена Владимирская. Владимирская. Пруфи. Бывший талантин. Работает у тебя микрофон, Ален? Не знаю, сейчас посмотрим. На самом деле, мне сейчас тут включат презентацию, но я сразу скажу, я обманула организаторов. Эта презентация нужна была просто для того, чтобы, ну, так, организаторы просили. А рассказывать я буду о другом. Рассказывать я буду о том, что рынка у вас нет и зарплат нет. Но начнем с простого, начнем с анекдота. Вы знаете, сегодня с утра я была у клиента, я представляла ему кандидат, и мы подписывали оффер. И мы подписали оффер на руководителя СММ направления в одно, ну, скажем так, в один ритейл на зарплату в 130 тысяч рублей, и мы вывели туда человека, которого вот лично Сергей не взял на 40 тысяч рублей. Это есть некий анекдот, который характеризует состояние кадров отрасли, зарплат в отрасли и прочее. Если мы на сегодня посчитаем количество вакансий СММщиков, собственно, на, скажем так, на рекрутинговых ресурсах, но их там крайне мало, но и по запросам ведущих хантинговых агентств мы получим где-то примерно на сегодня цифру 116-124 вакансий. Это я имею в виду Москву. Диапазон зарплат от 35 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Все. Вот это единственные цифры и единственные измерения, которые существуют в отрасли. Между ними никакого рынка нет. Между ними есть бардак. Сейчас расскажу, почему. На самом деле, когда... Вот если говорить о зарплатах и если говорить о потребностях отрасли, когда отрасль начинает формироваться с точки зрения зарплат и кадров, когда у нее есть некий понятный, транслируемый внешне и описуемый стандарт, который говорит о том, что нам нужны такие-то люди с такими-то компетенциями, которые стоят столько-то на рынке, и они таким-то образом грандированы. Ничего этого сейчас на рынке СММ нет в принципе. Есть некая общая масса людей, хорошо, в общем-то, в принципе, в Москве знаем их друг другом, и на каждого человека в среднем сейчас приходится порядка трех вакансий. То есть в среднем каждый человек, работающий хоть сколько-то, хоть несколько месяцев на рынке СММ или обозначающий себя, что он работает, вот тоже, что очень важно, он в принципе раз в месяц получает 2-3 предложения от хантеров или напрямую о компании, о переходе. Получает он чаще всего с полуторным и двойным счетчиком. Соответственно, этот счетчик ничем не определен. То есть вы можете работать на 60 тысячах рублей, вас будут звать на 85, не от ваших навыков, не от умений, не от чего, от двух вещей. От дикого дефицита, первое. И второе, от того, что вы в данный момент каким-то образом засветились. Потому что никаких других критериев, транслируемых внешнему рынку, каким образом определять качественно СММщик нет в принципе. Что мы имеем, когда вы, собственно, приходите на рынок, и что вам предлагают? Вам предлагают, соответственно, вакансии, еще раз говорю, в диапазоне от 40 до 120 тысяч. Причем вот в этом диапазоне где-то от 60 до 100 тысяч вы можете колебаться сколько угодно. Вы можете в день пройти три собеседования и, соответственно, получить один оффер на 60 тысяч, другой на 100 тысяч, а третий на 40 тысяч. И, собственно, это будет связано ровно с тем, у отрасли нет стандартов. Отрасль не знает, как вас оценить. Если, допустим, есть несколько ведущих специалистов, вот есть, допустим, Сергей Кузнецов, есть Федор Вирин, да, там есть еще пара людей, которые понимают это, но, к сожалению, этот стандарт является внутренним. На самом деле сейчас для отрасли в целом, прежде всего, для крупного бизнеса, заходящего на рынок СММ и пытающего себе сейчас хантить некий народ просто как новинку, как зоопарк, никаких этих стандартов нет. Вас будут, как ни странно, оценивать по длине юбки. Это единственное. Вот никаких других критериев мы обнаружить не смогли. Ну, по длине бороды. Нет, на самом деле вас будут оценивать по двум вещам. Помониторят ваши блоги, да, насколько вы, собственно, активны, это первая история, и второй, насколько вы лично понравитесь. Вот вопрос, насколько ты лично будешь своим бездевом, столько тебя оценят. Будет у тебя плохое настроение, придешь, ты с похмелья, получишь 60 тысяч рублей. Будешь ты в хорошем настроении, получишь 200. Вот. Что, собственно, дальше происходит? На рынке дефицит кадров такой, что берут отовсюду. Берут сейчас в СММ откуда угодно. Из пиара просто девочек, которые что-то пишут в блогах, журналистике, просто активных мальчиков и девочек, которые хоть в сколько-то степени адекватны. Да бог-то с ним бы, пусть бы брали. Вопрос, что происходит дальше? Вопрос в том, что в отрасли есть очень печальная вещь. В ней нет канонов обучения. Есть внутренние школы. Да, Мир Халилов учит, Сережа учит. Да, там есть еще какие-то люди, которые учат. Но, соответственно, опять же, отсутствие стандарта, мы не можем гриндировать ваше обучение. Мы не можем понять, насколько та шкала, как вы обучены, насколько она ценима, адекватна рынку. Поэтому получается простая тоже следующая история. Получается, что вас не могут оценить и вас не могут научить. Если вы изначально попадаете в хорошее агентство, ну, дальше как-то ваша цена очень быстро растет, ваши навыки растут. Если же вы в хорошее агентство не попадаете, попадаете неважно куда, ваша цена все равно будет расти. Но ваши навыки не будут расти. Дальше получится следующая история. Вы будете расти, вас все время будут хантить. Соответственно, вас будут хантить 40, 60, 80 тысяч с разницей через полгода, но при этом очень быстро увольнять. Поэтому мы видим следующую историю. На рынке чрезвычайно сейчас много людей, где-то процентов 50 резюме и 50 процентов кандидатов, имеющих опыт работы в одном агентстве или в одной компании полгода, ну, то есть до года, в среднем полгода. Это чудовищный показатель. Третья история, о которой тоже говорить надо и страшно не говорить, на самом деле отрасль, не имеющая внутренних кадровых стандартов, она сразу заболела всеми внешними кадровыми проблемами других отраслей. В частности, у нас ведь какая история? Вот, допустим, был менеджер, он вел одного крупного клиента. Через год он посмотрел на Кузнецова и сказал, да я таким же быть хочу. Собственно, что он сделал? Сереж, частая ведь история? Он берет этого клиента, уходит, открывает свое агентство. Это довольно частая история. Мы видим на рынке довольно большое количество таких людей, которые делают свое агентство, поднимают свой счетчик до 120-150 тысяч рублей, имеют это агентство. Агентство через полгода разваливается, они, соответственно, снова уходят в найм, но уходят уже в 150 тысяч. Именно потому что нет ничего. Следующая история. На самом деле, вот если говорить о гору отрасли, печальная история в том, что отрасль очень от дефицита кадров подвержена хантингу. А любой хантинг всегда – это, соответственно, поднятие ценника. Поэтому все друг у друга переманивают. При переманивании цена ваша возрастает где-то порядка на 30-50%. Поэтому, соответственно, если вы работали в грейпе и уходите не в грейп, а в грейпе вы стоили 60, рассчитывайте сразу, вы будете стоить 80-90. Это ровно стоимость перехода, стоимость дефицита кадров. Что дальше делать? На самом деле, любому из вас сейчас очень хорошо. Что бы вы ни делали, вы настолько востребованы на рынке, что трудоустроится сейчас любой. Дальше проблема в том, но вас будут очень быстро, многих будут очень быстро увольнять. Поэтому, соответственно, искренне рекомендую и советую. Есть в отрасли агентства, представляющие хотя бы сейчас не внешний, раз внешнего стандарта нет, а внутренний стандарт. Это такие каноны, те, которые давно на рынке и хорошо учат. Как ни странно, у них самые низкие зарплаты. Ну, это тоже понятно. Соответственно, очень рекомендую идти работать туда и, соответственно, работать как минимум, ну, постарайтесь проработать хотя бы два года. Далее ваша цена вырастет сразу в полтора-два раза. Вы сможете, либо, ну, вы там вырастите, либо, соответственно, вы уйдете в реальный сектор, где это сейчас очень востребовано, на деньги значительно больше. Пожалуйста, не повторяйте вот этих основных ошибок. Не идите в маленькие агентства на большие, там, условно, не на много, но на большие зарплаты. Не перепрыгивайте, не становитесь все сами генеральными директорами, потому что фактически сейчас, когда отрасль начнет вырабатывать стандарт, вы через год, через два останетесь, в общем, ну, за кадром хороших агентств. А теперь меня довольно часто спрашивают на тему того, а вообще где брать кадры, потому что СММщиков нет, в принципе. Сейчас берут откуда? Берут, да, мониторят благосреду, ну, таких вот, и подращивают совсем-совсем маленьких СММщиков. Очень много берут из пиара, переучивают, плохо переучиваются люди, но, ну, как-то найти можно. Да, соответственно, сейчас очень большая востребованность, вот нам, агентство, очень часто сейчас обращается, не надо нам уже готового СММщика, найдите нам адекватную девочку, которая хорошо работает в Фейсбуке и ВКонтакте. Вот, а, соответственно, то есть, если уж вообще ничего нет, и очень нужен рядовой СММщик, ищите там. Соответственно, зарплата, вход, еще раз говорю, нижний порог вытросли, где-то сейчас в Москве порядка 35-30 тысяч рублей. Все? Вот я бегала, а ты не бегаешь. Здравствуйте, Бакеев Александр, Social Craft. Здрасте. Я тут вот, ну, с многими уже работал, они просто об этом не знают. У меня знаменитая сестра просто есть, мы с ней вместе делали массу посевов для всех здесь присутствующих, возможно, кроме сметаны, если, ну, возможно. Хотя я не знаю, мне, ну, потом. Вот, значит, суть в чем? По поводу, у меня есть одна маленькая история. У нас вчера приходили, пришлось пообщаться с студентами, четвертый курс пиара. Не буду называть вуз, просто не буду называть студентов, но просто вот фраза дня. Так YouTube, это же поисковик. Ребят, у нас студенты-пиарщики есть, которые действительно верят в то, что YouTube – это поисковик. Это не видео-постинг. Ничего. Я вот, ну, это просто вашим тезисом, да? То есть подтверждение этих тезисов есть. Это действительно так. На самом деле, всегда были студенты-дураки. Я, между прочим, один из них, я однажды на четвертом курсе МГУ как-то так проспала экзамены, спросила там на экзамене, а кто такой Гигель? И ничего, в общем, я живу как-то. Так что, по сравнению, там, YouTube и с клиник, может, они шутили. Ну, я не знаю. То есть, ну, неадекватные люди, если где. Вторая фраза вчерашнего дня, они не знали, что такое лифт-джорнл. Значит… Нет тут, Сережа, нет тут Германа Клеменко, который бы сейчас сказал, да? Шикарную фразу, да? У меня, собственно, вопрос вот какой. Как вы предлагаете выкручиваться? Вот, ну, мне сейчас приходится общаться с массой разных фрилансеров. Ну, я веду несколько проектов. И, то есть, я столкнулся с тем, что, ну, естественно, то есть, кадров нет, нанимать некого. И я просто беру молодых смышленых со специальности реклама и, собственно, под себя, под конкретные задачи, под конкретные проекты. Ну, вот так выкручивается. Надо SEO, учим SEO, надо там… На самом деле, я давно ною вот и Сергею, и Дамиру на цену того, что, ребята, давайте объединяться и делать школу. Давайте объединяться, потому что, смотрите… Вот, собственно, я хочу спросить. Тихо, можно я это говорю сейчас? А, значит, смотрите, история такая. Не секрет, что практически у каждого приличного агентства есть своя такая маленькая школа в виде курсов, школы, неважно, там, семинаров и прочей всякой там, ну, некой активности, да? Соответственно, что дальше получается? Ребята, вот тут большая проблема. Вот Сергей Кузнецов, допустим, делал какие-нибудь курсы или школу. Стой меня-то все время. Ну, слушай, другого Дамира Халилова нет, привязалась бы к нему. Терпи. Значит, смотрите, дальше получается такая история. Естественно, мы все понимаем, что когда у него выпуск условный, улучшек забирает себе, а что не подошло, то выкинул на рынок. То есть проблема любой аффилированной школы ровно в этом. Нужна общая отраслевая школа, которая позволит, да, собственно, причем лучший для Сергея Кузнецова может быть не лучшим для Дамира Халилова. То есть на самом деле, если будет некая отраслевая школа, где люди в результате будут приходить и выбирать, ровно так, как это сделали нормальные уже отрасли, которые сформировались, рекламщики, я не знаю там, ну кто так, да, даже частично программистов это есть. Здесь этого еще нет, будет. Но вот я отхожу и мою, ребята, давайте сделаем. Рынок же маленький, ты сама говоришь. Когда так, ты перечислил, сколько вакансий в этой отрасли и сколько людей, которые в этой отрасли, условно говоря, трюдятся, сравнись с рекламщиками и программистами. Нет, просто я думаю о другом. Будет больше в 10 раз. Нет, Сереж, я думаю, что просто отрасль молодая. Дело не в этом. Просто не в том, что маленькая, дело в том, что она просто молодая. Она может, возможно, по емкости это много больше и не станет, но все равно постепенно она начнет формироваться, как нормальная отрасль. С этим я полностью согласен. Друзья, там жалов еще. А вот можно? Руку, руку. Тут там рук, там просто лез какой-то рук. Тут просто, в прошлой сексе говорили, что KPI, табуированное слово, тут вот грейды вошли. Скажите, а вы верите, что в SMM грейды возможны вообще? Да. Вот я, например, в дизайне, ну так с трудом их могу себе представить. Программистов еще как бы есть там. Знаете, я скорее не представлю. В SMM в какой-то категории. Вы знаете, я не представлю скорее у программистов, в силу разных вещей. Дизайн я не знаю, у SMM-щиков точно могу представить. И, собственно, если вы потом подойдете, мы с вами можем их порисовать. Да, вот еще один вопрос. А пока я несу микрофон для вопроса, я тоже скажу, что действительно, Алена совершенно права, действительно много сотрудников, которые у меня отлично работают, были взяты вообще не из интернета. Потому что главное в работе совершенно не знание social media. Главное, чтобы человек был умный и понимал про менеджмент. Это великая фраза, Сереж, адекватнее, чтобы глазки горели. Каждый клиент, это баян вообще, просто. Меня зовут Юлия Трушина, вопрос такой, чем можно удержать начинающих специалистов, чтобы ресурсы в их обучении были оправданы? А вот... Чтобы они не уходили, то есть вы описали ситуацию, да, то есть я не заинтересована в том, что я обучаю человека, через полгода он идет в другое агентство. Зачем мне это сделать? Вам как ответить, правильно или честно? Значит, смотрите, деньгами не удержать. Деньги, как ни странно, действуют, только первые две недели радуют, потом это все заканчивается. Значит, есть два пути. Либо удерживать интересными задачами. На самом деле, да, ну мы понимаем, что история любого найма – это история такого флирта. Ты даешь определенное количество неинтересной работы, там, типа, семейная жизнь. Вот я мою посуду, а еще ты меня в кино водишь. Так вот, собственно, вот есть про посуду, а придумать еще историю про кино. Если вот история про кино, то есть про будет интересный для человека, он будет держаться. Второе – рисуйте ему карьерную лестницу, да, это держит. Ну а в-третьих, на самом деле, если говорить совершенно честно, а вы заключите договоры на тему обучения и стажерских программ. На самом деле, как ни странно, принуждение – тоже хорошая история. Если вы его учите, оцените стоимость, опишите это как ваш личный университет, оцените стоимость этого обучения и, собственно, заключите некий договор на тему того, что если в течение, там, такого-то срока после этого обучения, во время этого обучения человек уходит, он должен выплатить вам обратно. Это будет, мне кажется, очень честно. Я вообще какой-то жестокий в этих вещах человек. Спасибо. Еще второй вопрос. Вы говорили про вакансии, там, 120 тысяч, есть ли вакансии от 150 до 200, и это в агентствах или в компаниях? Значит, какие требования? Вы знаете, я могу сказать, я знаю сейчас одну вакансию за 200 СМО, вот, соответственно, это не агентство, это уже реальный бизнес, да, на сторону клиента. Ну, массово я этих историй не вижу. Это истории разовые, точечные и, скорее, истории по персоналию. Это не когда вакансия, а когда под приход конкретного человека могут дать определенные деньги. Спасибо. И все стали искать вельфа, да? Я скажу, что страх, что люди, когда к обучающему идут, он не обоснован. У меня вот не ушел ни один человек, который мы учили. А может, ты их там приколываешь к батарее? А вот вы забавную вещь сказали о том, что реальный сектор, он пока вот этим всем так балуется, ну, вот, как мартышками, ну, вот, играется, да? Ну, да. Какой прогноз, как вы думаете, превратится ли это в какой-то реальный рынок и реальный интерес? Или это будет, ну, вот только, может быть, такой клиентский, там, MCG какой-то сектор, а реальных каких-то… Давайте, вот, опять же, по-честному, отрасль молодой, а все другие отрасли это уже проходили. На самом деле, реальный бизнес косты считает много лучше, чем интернет. Вот он годами научен, поэтому, естественно, постепенно они все будут там приходить, пытаться уходить от агентств, потом снова возвращаться. Мы знаем эту вот историю. Конечно, СММщики на стороне клиента будут, и их будет много. Это история оптимизации костов. Никакой другой истории в этом нет. А ближайшие пять лет будет точно. Дальше ничего не скажу, потому что, ну, а что со стороны это будет, да? Там вот было много рук, все, да, все? Было много рук, рук не осталось. Ну, все. Кто хочет идти в СММ-то, ребят? Ни одной руки. Никому не подходите. Все, кто хочет идти в СММ, стоят и в дальние конце зала. Спасибо. Сейчас у нас три секунды подготовку. Я представлю, это Илья Корнеев, креативный директор вирусного агентства Аффект. Наши режиссеры штук называют Бубукой. Ну, собственно, о чем я сегодня расскажу, это для меня тоже некий эксперимент, потому что я привык всегда рассказывать о вирусном маркетинге, как мы там делаем ролики, как мы их сеем, какие там тренды, тенденции. Но за последний год мы достаточно сильно изменились, выросли в два раза как агентство. Это связано с тем, что мы, когда мы приходили в начале прошлого года клиентам, говорили, давайте, ну, или там проводится тендер на вирусный маркетинг. И в итоге в результате тендер выигрывает не ролик, а некое, ну, нечто большее, некая рекламная компания. Мы приходили к клиентам, говорили, давайте мы вам ролик сделаем. Он говорит, ну, ролик прикольный, но нам бы еще там конкурс, группу и еще что-нибудь сделайте. И таким образом мы вынуждены были стать неким там диджитал или интерактивным агентством. Да, сейчас тоже терминов много, рынок размыт. Вот. И, значит, это некий опыт. Так, тут что-то шумит. Я думаю, это вот это что. Момент звука будет шуметь, да. Вот. Собственно, чем я хочу поделиться, да, мы сделали достаточно два крупных кейса за прошлый год. Вот. И эта презентация, на самом деле, ну, некое там это мясо вокруг этих двух кейсов. Это тот опыт, который удалось получить. Им хочу поделиться. В целом я презентацию назвал вот User Generated Content, да, контент, созданный пользователями. И вот немножко про это расскажу. Такая историческая преамбула. Я все время люблю, когда что-то вот так, это предпосылки есть. Собственно, медиа с каждым, с каждыми десятилетиями, да, оно увеличивается. То есть раньше было радио, газеты, журналы, кино, театры, постеры. Потом бабах, еще появилось телевидение, полнометражные фильмы. Там бабах, кассеты, спутниковое телевидение. Бабах у людей, у которых раньше были, ну, достаточно простые вещи появились. Там CD-плееры, видеоигры, персональный компьютер, видеопроигрыватель, мобильные телефоны. В 90-х еще добавился DVD-интернет, электронная почта, веб-камера, смартфоны, интерактивное телевидение, КПК. Это еще 90-е. В 2000-х еще куча-куча всего, да, и все наши сервисы, которыми мы сейчас пользуемся. И сегодня, то есть молодая аудитория точно уже вылезла из телевизора, да, и если раньше музыку слушали, да, то сейчас ее активно там микшируют, да, есть куча инструментов с этим связано. Если раньше смотрели, да, что сейчас пытаются создать и что-то сделать. Я приведу статистику. Если раньше была, ну, некая замкнутая, если контент был готовый, да, то есть, ну, как вещает труба, да, там телевизор, так и есть. Сейчас реально полная свобода действий, каждый может делать что угодно, да, и даже если там директор Лукойла кого-то переехал на улице, да, можно сразу же сделать ролик и попасть с этим прессу. Свобода невероятная. И возможности, которые предлагает интернет, в данном случае, ну, реально безграничные, да, вот, ну, ничем вы не ограничены. Вот. Также еще нескольких разных сегодня, что 18 часов мы проводим в интернете, да, ну, молодежь, конечно, больше. 60% людей ежедневно по 2 часа посещают социальным сетям и блогам. И более 70%, более 70% всего контента, который создается в интернете, создано обычными пользователями, то есть, нами, с вами и вот, ну, людьми. Вот. То есть, что такое пользователь с констентом? Он создается пользователем, включает в себя, ну, какие-то новые медиа технологии. Это новая форма своевражения, это новый инструмент маркетинга, и этим можно пользоваться. И, собственно, ну, презентация про это, как этим пользоваться. И что меняется? То есть, если масс-медиа стимулирует некое пассивное поведение и отсутствие там разнообраза и выбора, то пользователь контента – это реально возможность в маркетинге активно себя вести, это иметь диалог с целевой аудиторией, да, это некое двухстороннее общение. И мы даем возможность реально выразить себя. И тут эта фраза, которую все знают, вот, она, ну, мне кажется, с каждым, там, витком развития интернета, она все ближе и ближе, что каждый получит свои 15 минут славы. Еще несколько статистик, которые мне удалось найти, ну, большинство исследований западные, то, что число создателей пользуется контентом, в 2012 году достигнет 108 миллионов человек. Ну, потребителей растет, и их примерно столько же. Дальше хочу рассказать про форматы, собственно, как можно… Ну, вот, все мы там работаем в social media, да, все мы, ну, на самом деле, то, что я рассказал, все понятно, как божий день, да, все мы знаем. Вот, и как, собственно, создавать этот контент. Есть несколько форматов. Самый популярный – это, собственно, проводить конкурсы. Да, и конкурсы бывают разные, людей надо стимулировать. Самый простой формат – это фотоконкурс. Вот, там, его проводил там Disney, да, и они брали там миллионы фотографий и легли в основу потом видео, которое сеялось. Я почему-то, вы простите, я вот фотоконкурс вот не успел подобрать, вот у меня с видео намного больше. Значит, от любимого гамбургера, который здесь делал, вот Миша здесь сидит, Гишери, который делал грейп. Честно говоря, мы даже в какой-то момент равнялись на эту компанию, потому что действительно очень много роликов было прислано на конкурс, что реально очень тяжело добиться. Вот, то есть там, ну вот, роликов прям очень много, и Баба Тамара замечательная. Я показывать сейчас не буду, но вы можете ее посмотреть. И также мы проводили видеоконкурс для компании МТС, который назывался «Музыкальная гиперэнергия». Что мы сделали? Это мы сделали приложение ВКонтакте, в котором сразу, попадая на которое, вы видели два видео, за которые можно голосовать. То есть мы призывали людей с одной стороны прислать видеоролик, и задача была «Оторвись, как ты можешь перед видеокамерой, вообще делай что угодно, что хочешь, сделай перед камерой, выложи». Были классные призы в виде приставок, и задача была, ну, собственно, голосовать в самом приложении. Некая фишка того, что всегда показывается пара, да, ты видишь два ролика одновременно. Это интереснее смотреть. И самое прикольное видео, мы получили больше 300 роликов на конкурс за месяц, что мы считаем достаточно большим результатом. И все эти ролики монтировались потом каждую неделю в вирусное видео по всему тому, что было прислано. Вот такая дурка. Мы, ну, вот несколько роликов, которые были присланы, реально до этого уже светились в интернете, бегущие парни с перчатками. Но мы их все равно брали, потому что мы связывались с этим человеком, и он нам реально доказывал, что это его видео, и что вот он реально он, и его фотка, и он бегает в этом ролике. Ну, эти видео мы принимали. И, собственно, как я говорил, да, нарезку каждую неделю мы опубликовали, вот уже и сеяли по интернету. То есть в чем здесь фишка, да? Вы собрали кучу видео, что с ними делать, да? Как сделать так, чтобы вы все посмотрели? Можно собрать, вот как я сейчас показал, в единый формат. Это реально прикольно смотреть. Вот наши нарезки, которые ничего не стоили в производстве, собрали 324 тысячи просмотров. Вот. В итоге в приложение вгрузили 332 ролика, мы получили такой контент, да? Вот вы видите, тут список вот прям невероятный, да? Самый-самый разный. Костян жжет. Аур сноубординг. Небольшой крыша с нос. Вот. Рекламировался конкурс исключительно в социальных медиа. Мы забрендировали группу Наша Раша, где было около 900 тысяч подписчиков. И мы работали с группой Камеди, так как она является уже, ну, то есть МТС традиционно работает с Камеди Клабом и очень давно рекламируется там. Поэтому интеграция МТСа в группу Камеди была очень органичной. Вот интересный факт, да, про то, какие бонусы еще можно получить, кроме того, что вы, ну, получили кучу контента и внимания. Вот есть конкретный парень, Рома Желудь. У него 10 тысяч друзей. И вот в его статусе написано «Проголосуйте, пожалуйста, сортировать надо видео по оценкам. Автор Рома Желудь. Дарю подарки за это». То есть у нас участвовали достаточно популярные пользователи. Мы их сами не приглашали. И, то есть, ну, вот вся его аудитория ходила к нам голосовать. Вот. Средняя посещаемость составляла, ну, вот приложение составляло 22 тысячи в сутки, но по итогам в приложение вступило больше, по-моему, там около 300 тысяч. Сейчас мы дойдем до этой. Все это, естественно, мы завели в Facebook, Twitter, да, хотя, ну, они были, не так важно было их иметь. Объясню почему. Потому что, ну, здесь, скорее, это почти ничего не стоило, и мы могли это анонсировать и на Facebook. Ну, почему нет? И главное, что, естественно, было брендировано YouTube-канал, куда мы все это видео выкладывали, и с этого, собственно, начался канал МТС на YouTube. Канал Red Energy, точнее. Вот. В итоге, вот, 229 тысяч у нас было участников приложения. Это было на тот момент, то есть это был июнь или май. На тот момент это было приложение номер один среди рекламных приложений по количеству участников. То есть мы проводили специальный анализ для клиента, да, и самый ближайший был, ну, который сделал бренд. Это 69 тысяч музыкальная гонка у Nokia. Вот. В итоге количество контактов, значит, сейчас. Ну, итого порядка 2 миллионов, 200 тысяч контактов. Это 324, вот, как я говорил, просмотров видео, когда мы сеяли эту нарезку. Миллион 700 – это посещаемость групп, которые были забрендированы. На время кампании за месяц. И 220 тысяч – это те, кто вошли в приложение, либо там голосовали, либо участвовали в нашем конкурсе. Вот. Для примера, вот я сразу предлагаю, очень известный видеоконкурс был в мире «Пикник в Австралии». Они считали очень крутым результатом, что они получили 200 роликов вот только себе на конкурс. Вот. Текст. То есть, с текстом вы тоже можете, как сказать, платить конкурс, и текст тоже может быть отдельным форматом. Так, например… Но это должен быть действительно прикольный формат. Так, например, вот один из отелей в Нью-Йорке в Твиттере провел конкурс. Опиши, как бы ты хотел согрешить в 140 символов. Вот. И за это мы дадим тебе самый лучший грех дня получает, собственно, ну, лакшери номер для того, чтобы этот грех воплотить. Вот. И, конечно, было, ну, представьте, как невероятно интересно читать, как же люди хотят согрешить. Так, например, Росна, да, проводила конкурсы. Я не знаю, насколько эффективность, да, но они просили рассказывать истории, ну, там, свои курьезные случаи за рулем. Здесь очень важный момент, который хочу заметить. Сейчас я бы взял бутылочку попить. Что, если вы проводите такой конкурс, я в конце еще это буду говорить, что старайтесь просить людей сделать то, что у них уже в принципе есть. То есть, что им не надо создавать новое. Вы получите больше контента, если попросите, чтобы они рассказали. Ну, у каждого, у нас, особенно автолюбители, есть какая-то курьезная история за рулем, да, и рассказать ее несложно. Ее не надо заново писать и придумать. В этом плюс этого конкурса. Переозвучка, то есть, можно делать конкурс со звуком. В нашей стране традиционно, на самом деле, по-моему, не так много людей, ну, любят работать со звуком. На Западе как-то это больше. Но все же можно давать достаточно интересный контент и просить людей там, ну, напеть или что-то еще сделать. Ну, под видео, которое, собственно, бренд предлагает. И вот еще один формат, в который я верю как раз в нашей стране, я его называю «однокнопка». Это когда, ну, в нашей стране пользователи, опять же, традиционно достаточно ленивы, да, и очень контент получить очень тяжело. И чтобы с этим работать, ну, вот я думал, с чем это связано. И мне кажется, что вот наша история в плане СССР и вообще вот всей предыдущей темы, люди десятками лет, основная задача была не высовываться. И на этом строилась там, ну, вообще, культурная концепция. Потому что яркие и творческие вещи, да, даже в 80-х активно преследовались, преследовались, и там рок-клуб был под ярким надзором КГБ. Вот. Поэтому только молодежь, вот, ну, по моим замечаниям, и вот следующий кейс, который я расскажу, только молодежь реально себя здорово активно проявляет, да, вот как, например, в случае с Red Energy, целевая аудитория была, ну, до 20 лет, да, людей, у которых нет там некого культурного наследия, там, им, возможно, родители не так много успели передать. Вот. Если мы будем проводить конкурс до более взрослой аудитории, конечно, просто они более заняты, да, у них там времени, ну, меньше на всю эту штуку. Но еще это связано с тем, что, ну, в целом нам не очень удобно там показывать себя и перевалять лишний раз, да. Сравните нашу нацию, как мы часто ходим в караоке, и как японцы или американцы, да, и все, ну, мне кажется, все будет кристально понятно. Вот. Мы все будем думать, что мы выглядим как идиоты, да, а, ну, другая нация с удовольствием оторвется, попоет, и никто об этом даже не задумывается. Вот. И одна кнопка – это формат, когда мы пользователю даем возможность, ну, реально нажав одну кнопку, получить уникальный для себя контент. И это то, что для нашей страны, я уверен, очень здорово работает и все это любят. Прородителем этой истории стала компания Elf Yourself, то есть они первые, кто придумали такой, на самом деле, очень популярный формат, где просто можно было загрузить свою фотку и получить очень крутую новогоднюю открытку, где танцевал Elf. Вот. Дальше уже пошло-поехало, и компания… Например, даже для твитманов, да, если вот вы очень любите твитить, на западе для ленивых сделали компанию, мы сделаем открытку из твоих твитов, то есть его можно было упаковать в подарочную бумагу, выбрать ваши любимые твиты, которые вы писали, да, и отправить как открытку своим друзьям. Вот. Или, например, вот наш с Мишей Гейшериком любимый кейс «Спроси маму». Я не знаю, кто его запустил, какие-то молодцы. Потрясающая штука. Одной кнопкой узнать, что мама разрешает, что запрещает. Собственно, вверху есть строка, да, где можно вбить «Мама, можно мне?» и дальше спрашиваем. Вот. И дальше от случайности, собственно, мама либо запретила, либо разрешила. И там такая картинка, либо мама грозит, там типа нельзя, либо там «Да, давай, мочи». И вот очень классно, что они именно вывели пять последних, ну вот, что люди вписывали. Просить «Съебаться с урока мама разрешила, на Ксюше жениться, сказать Лёше, что он хамло, а запретила Андрюхе по щам забубенить, дать вторец Лёхе, учиться в Карловом». Вот. И она очень просто делится, да, то есть вы в одной кнопке получаете ваше, что вам мама запретила, и дальше нажимаете уже Facebook, там ВКонтакте, где вам это надо опубликовать. С этой штукой можно делать конкурс, да, очень легко, там, введи самое смешное, что, ну, не знаю, там, люди могут голосовать за самое смешное, что мама запретила, да, и мы можем дарить за это приз. Это как раз у нас на пять с плюсом пойдет. Дальше я хочу рассказать о комплексной компании, которую мы сделали для бренда Браун, вот, где мы самый разный опыт применили. Значит, мы занимались продвижением эпилятора, и это тот эпилятор, с которым вот уже практически совсем не больно. И задача была рекламной кампании показать, вот, что именно с этой моделью, да, эпиляция стала безболезненной. Вот. И мы долго думали, там, тема ванной, да, с одной стороны, с другой стороны, вот, как показать, что не больно. Не больно – это когда у вас, ну, нет эмоций, это совершенно неинтересно. И мы придумали концепцию, которая называлась «Девушки поют», то есть, если ты можешь эпилировать ноги и петь, значит, ну, значит, все в порядке, значит, эпилятор не больный. Вот. Таким образом, ну, как позитивно показав эту историю. Значит, у нас была группа ВКонтакте, было приложение, был сайт и баннерная кампания, которая, ну, собственно, занималась медийное агентство. И вообще всем продвижением у нас не так много данных по нему, потому что, ну, все медийное продвижение, вообще все продвижение было отдано медийному агентству. Мы занимались только креативом и продакшеном. Вот. Собственно, если говорить о приложении, я решил вставить даже вам, как мы эту идею продавали, собственно, как агентство, да, показывает свою идею. Вот наш копирайтер так умеет рисовать, да, то есть, пользователь видит девушку в ванной, да, там на шторке можно выбрать, там, вгрузить фотку в эту девушку, выбрать стиль музыки, который она будет петь, и дальше уже в зависимости от стиля музыки, да, вы видите разные, ну, разные ролики. И, собственно, ну, важным элементом, естественно, является показать кадры, где, собственно, происходит эпиляция. А, он еще подводный эпилятор, и важно показать это именно в ванной. Что под водой можно эпилировать ноги в теплой воде, чувствительность боли понижается. И дальше мы захлопываем шторку, да, с новым браунсилкой пил девушки поют. Можно посмотреть там инструкцию. И сейчас вы можете оценить, как, собственно, ну, вот, вы посмотрели эскизы и что мы в итоге сделали. Это скринкаст, это единственное, приложения уже нет. Вот, и это единственное, что сейчас можно показать. Давай ноутбук. Что такое? Есть, есть. Сейчас я даже, вот, у меня он прям в отдельном слайде есть. Мне кажется, это вопрос ноутбука. То есть у меня он играет. Может, мы быстро перекинем, не знаю, на мой ноутбук, просто, ну, действительно, как-то. Да, сейчас посмотрим. Нет, тут кнопочка play даже вот обычно показывается. Что-то такое. Ага, спасибо, Леша. Да нет, не нужно, там еще есть. А давай его рядом поставим. Постальное лучше. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова А, сейчас выведем. Это вообще без проблем. Я на рот уходит. Видите, совсем по-другому. Гудит, по идее, звук. Вот так настроен здесь. Не, он сейчас начнет, скоро. Да что ж такое-то? Спасибо. Спасибо. Да, мы переработали в «я сексуальная», «я роковая», «я мечтательная». Дальше вся тема грузилась. Спасибо. 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 Исходя из этой истории, связанной с BTL и Мирославом Карповичем, группу ВКонтакте, мы сделали там немножко другую коммуникацию. И вот так выглядела группа. Мы ее назвали «Давай устроим вечеринку». Вот. Потому что как раз у нас была Мирослава Карповича, можно было ей это все дравить. И мы взяли тему домашних вечеринок и подготовку к домашним вечеринкам как основную тему группы, вокруг которой строилось все общение участницам. В итоге, вот не мы занимались продвижением, вы можете сравнивать просто KPI. У группы было 30 тысяч участников. Видимо, это таргет, который был у медийного агентства. При этом они оставили больше трех тысяч сообщений на стене. Там 178 видеозаписей загрузили. 45 альбомов создали в итоге за три месяца. Вот. Значит, посещений около 550 тысяч. Уникальных посетителей 165. Это связано с тем, что как раз я веду все к тому, что мы проводили очень много конкурсов в этой группе и смогли привести 30 тысяч участниц. Представьте, сколько девочек каждая привела по несколько для того, чтобы за нее проголосовали или еще что-то сделали. Вот. Также у нас были пики. Это, собственно, когда разыгрывалось… Там, по-моему, как раз, когда у Мирослава Карпович был финал, да, то там уже все девочки заходили, обновляли там, кто же, кто же к ней поедет. Вот. И, собственно, вот несколько разных конкурсов, которые мы проводили. Текстовый конкурс, это, собственно… Он назывался у нас на такие вечеринок. И задача была… То есть мы задавали от Мирослава Карповича какой-то вопрос, связанный там с разными вечеринками. И задача девушек была в обсуждении на них отвечать. То есть результат у нас около 500 постов обсуждений, связанных с этим. Также мы проводили конкурс, который назывались… Назывался у нас «Гладкие ножки». Мы девушек просили… Да, клиент нам просто сказал, у нас есть там типа 10 эпиляторов, разыграйте их за эти там 3 месяца, да. И мы, собственно, вот смогли под это дело… Мы придумали конкурс и разыгрывали всего лишь один эпилятор вот за одну неделю. И девчонки рубились именно за это. Эпилятор стоит 4 тысячи, да. К тому, что, ну, приз недостаточно… Ну, то есть не какой-то сумасшедший приз. Вот. И девушки выгрузили, на самом деле, немного. 10 фотографий. Вот. Задача была сфотографировать свои ножки с мягкой игрушкой, чтобы показать, какие гладкие ножки. Вот. Еще одно задание было… Называлось… Да. Ой, Леша, спасибо. Вот так намного лучше. Называлось «Моя суперванна». Мы говорили, создай ванну своей мечты. Вот. И сфотографируй ее. Пришли нам на конкурс «Получи за это эпилятор». То есть это очень привязывало к месту, где продукт используется. Вот. Мы уже получили больше. Второй конкурс получил 19 фотографий. То есть девушки поняли, что эпилятор реально там можно получить. Вот. При этом, когда мы… Там механика была следующая, что… Мы выбирали 5 девушек, за которые оставляли больше всего комментариев, и вешали ВКонтакте уже потом голосование. И вот в голосовании активное участие было почти 8 тысяч участников. Голосовало друг за другом. Что достаточно много. Исходя из того, что участниц очень мало. Это очень важный момент для понимания, что даже если вам прислали очень мало контента, то вы можете… Ну, вот. Вирусный эффект за счет того, что девчонки приглашают своих друзей, может быть очень большой. Вот. Еще одно условие конкурса было сделать боди-арт. Да. Там на ножки и прислать. Опять же… Ну, представьте, у нас 15-летние девочки, да, они и так там это все выгружают. Нам, на самом деле, оставалось только их куда-нибудь направить. Вот. Представили 20 фоток. И вот очень важный переломный момент, когда мы… Следующую историю мы сказали, нарисуй граффити на стене, ну, просто про вечеринку. Вот. И граффити мы уже получили 43 штуки. То есть, вот когда мы девушек просили делать фотографии, да, им достаточно это было, ну, как сказать, сложно, да. Как только мы просили делать что-то… Ну, с одной стороны, настолько же сложно, потому что нарисовать такую картинку – это столько же, сколько сделать фотку. Но вот девушке не нужно вставать из-за компьютера, и она, в принципе, вот они любят рисовать. Мы получили просто кучу сумасшедших граффити, самых странных, которые сделали просто контент группы вот действительно клевым. Да, в начале проведения, в начале группы мы задавали вопрос, чем вы пользуетесь? Потому что в группе была собрана так называемая поми-аудитория, то есть, находясь в том возрасте, в котором как раз выбирается средство эпиляции, да. И вот в ВКонтакте мы именно работали с этой аудиторией. И большинство ответов, да, вы видите либо бритвой, либо ничем я за естественную красоту. В конце, значит, в июне мы провели еще один опрос. Вот. Какое средство выберете, да. Многоразовую или одноразовую бритву все-таки осталось… ну, вот, тоже в топе. Но опередило, и 112 девушек ответили, что я, как Мирослава, уже пользуюсь новым эпилятором силкой Peel Wet&Dry. То есть, они либо заявляли, да, либо врали нам, либо заявляли, что они уже его купили, этот эпилятор. Также там есть «собираюсь купить», да, или «сделаю дорогущую лазерную эпиляцию», да, или «старый бабушкин пиццент». Да, конечно. У вас там вот данные, можно с вами сказать, что у нас в школе 12, вы получили новую эпилятору. Что вы делаете? Нет, совсем нет. Это одна из задач просто в группе была примерно понять процент, ну, вот сколько девушек вовлеклось в компанию. Да, я понимаю. Эффективность, ну, вот эффективность и покупки в social media, да, это вот честно прямо отдельный вопрос, который, я думаю, целую конференцию можно проводить, как поднялись продажи от работы в social media. То есть это, как и в целом, вот как поднялись продажи от конкретного билборда, да, который стоял. То есть это конкретно, ну, в social media очень редко замеряется, да, и, наверное, есть специалисты, которые… Ну, есть уникальные компании рекламные, я имею в виду, где это можно померить, но конкретно Brown, да, где было, ну, количество рекламы, рекламная компания состояла, наверное, она была в телевизоре, в прессе, да, в наружке. И наша группа, да, это один из там, ну, на самом деле, из 100 там инструментов, которые делались параллельно. У меня несколько вопросов непосредственно про группу, если можно. Да, конечно. Про что вы говорили. Первый вопрос чисто технически. Вот вы говорите о том, что у вас было 8 тысяч, скажем, проголосовавших. А как вы мерили голосовавших? Вы складывали проголосовавших за каждую фотографию? Каким образом голосовали люди? Да, голосовали было два этапа. Первое, что к фотографии нужно было оставить плюсик коммент. Так. Вот. Вторым этапом выделялись просто девушки реально накручивали, да, друг друга, то есть… Вот. Поэтому мы брали пять лидеров, у которых действительно было больше всего, и вывешивали уже на стену ВКонтакте, где было… 8 тысяч комментариев включают накрутку? Нет, не включают. То есть это 8 тысяч проголосавших за пять финалистов? Нет. В том числе и за фотографии. То есть нам выложили 40 фотографий… То есть из-за тех фотографий, где были, ну, вроде как… А мы удаляли те комментарии, где они повторялись. А голосованием считался акт комментария? На первом этапе – да. А у нас не было ситуации. Один пишет «Клевая фотка», другая пишет «Пому говно», тот пишет «Нет, клевая». И они так десять раз обменялись репликами, вот вам десять проголосовавших. Ой, простите за слово. Вполне. Можно зайти сейчас посмотреть, да, ну, вот в этот фотоальбом. То есть, я думаю, комментарии все остались. И там, в принципе, были девушки, они уже знали, что надо голосовать. И там, ну, на самом деле, 90-95% комментариев касалось, ну, голосования. А сколько всего у нас людей в группе было? 30 тысяч. 30 тысяч. Из них 8 тысяч проголосовало. Хороший результат. А у меня еще один. Да, Сереж, ты просто, ну, не видел, да, вначале, у нас… Почему я не видел? Там вдалеке стоял. Да. В группу у нас зашло за период кампании 165 тысяч девушек уникальных. Это я понимаю, да. Да. И, конечно, если девушка не вступила в группу, да, то она в любом случае могла просить других, ну, проголосовать за себя. Не вступая проголосовать. И еще один, собственно, вопрос. У нас насколько выросла группа в промежутке между первым и вторым опросом? Группа почти не выросла. То есть она была около 25 тысяч, когда начиналась компания. То есть первые там 2-3 недели были набраны эти девушки медийной компанией. И дальше она уже растла, естественно. А нельзя вот… Еще раз, раз нам показывают слайд про результаты, перейти от цифр 112 уже купили новый эпилятор к процентам. У нас как по процентам изменился вопрос в начале и в конце? Да. Просто цифры мелкие, мне было издалека плохо видно. Угу. Значит, процент, я согласен с тем, что процент проголосовавших, да, вот в этой истории достаточно маленький в соотношении с тем, с размером группы, но мы это и делали именно для того, чтобы понять тенденцию, а не для того, чтобы понять, ну, сколько девушек купили эпилятор. Не-не-не, я имею в виду, вот смотри, в начале у нас количество девушек, пользовавшихся эпилятором было… Покажи предыдущий слайд. там 10 процентов от… или сколько там… 15,4. Да. А в конце сейчас мы посмотрим, если… А в конце 34. Хороший результат, спасибо. Угу. И здесь еще собираюсь купить еще 11 процентов. То есть, ну… Что мы как бы узнали… Подождите, Илья, у тебя много там еще? Просто люди хотят вопросы задавать. Может быть, дайте все-таки дослушаем Илью, правильно? Да, у меня буквально еще три слайда вот. Ждите. И можно перейти к вопросам. То есть, очень важно, что вот молодые девушки, да, они реально гиперактивны. То есть, молодая аудитория, она готова на очень многое. То есть, девушки для победы в конкурсах, да, приглашали своих друзей. У нас реально поднимались и были пики посещаемости в группы. Не всегда пользовались белыми методами и реально там заходили от 30 других аккаунтов, да, и сами за себя ставили плюсики. Вот. При этом же другие девушки это следили, да, и защищали свои интересы. Там, говорят, гоните там в шею, там, что она там накручивает и так далее. То есть, часть активности в группе была связана еще с тем, что, ну, была реально драка и гонка за призы. Вот. Также, ну, вот, девушки реально испытывали реальную лояльность к бренду. И часть контента, который присылалось, они действительно от душиста. Да что ж такое. Старались плести бренд Браун. И вот, ну, вот, например, это одно из граффити, присланных на конкурс, да. Какие выводы, ну, собственно, вот мы сделали достаточно большой объем работы за прошлый год. Какие мы выводы для себя сделали, если мы проводим конкурс, то чем мы теперь руководствуемся, да. Первое, очень важно привязаться к актуальным событиям. То есть, всегда здорово проводить конкурс, например, за неделю до 14 февраля и разыгрывать что-то, что, ну, вот, чтобы это было в тему. Там, не знаю, 9 мая, там, праздники. Ну, вот, тем очень много самых разных. И даже тема лета, например, вот Red Energy компания мы делали в июне. Ну, это тоже важно, да. Потому что оторвись делать зимой, это не всегда работает. Второе, чтобы у людей были готовые материалы. Например, вот, ну, мне кажется, самый большой по контенту конкурс будет «Покажите свою свадебную фотографию», да. Потому что у каждой, ну, у каждой женщины более-менее эти фотографии есть. И она всегда рада будет их показывать, да, лишний раз. Потому что все родственники уже посмотрели, все знакомые уже посмотрели. Причем по три раза, да. И вот если мы дадим ей место, куда еще выгрузить, ну, какая она была красивая, прекрасная, да, еще можно приз за это получить, то это вообще супер, да. То есть надо искать, ну, как бы, давать те задания, которые люди, у них, скорее всего, это уже есть, лежит, и им осталось это только вгрузить. Третье – это доступные правила и условия конкурса. То есть поучаствовать реально просто, да. Не надо ничего заполнять, не надо иметь каких-то анкет, и не надо, например, вот что мы поняли, да, вот, когда мы просили девушек сфоткать, да, свои ножки, это, ну, мы получали десять фоток. Когда мы просили что-то нарисовать ВКонтакте на стене, что, на самом деле, по времени может быть даже сложнее, ну, вот, то мы сразу получили сорок восемь участниц. То есть это должно быть для этой целевой аудитории доступно и доступно. Второе – это узкая целевая аудитория. Понятно, что там конкурсы лучше, ну, вот, если мы разыгрываем фотоаппарат, да, и у нас фото еще, ну, фото бренд, то лучше проводить его для тех, кто фотографирует, да, и они вот, ну, поучаствуют, да. Ну, то есть это какие-то локально узкие группы. Так вот, работая с девочками по Брауну, да, вот мы поняли, что все это реально активная сила и однородная аудитория генерирует достаточно большую ценность. И пятое – это релевантные призы. То есть, естественно, это то, за что хотелось бороться. Например, в МТС, вот, ну, сколько стоит приставка? Она стоит 15 тысяч рублей. Еженедельно мы разыгрывали одну приставку. Вот бороться за 15 тысяч рублей, на самом деле, не очень прикольно. То есть, ну, никто ничего не будет делать. Бороться за PlayStation, например, да, это уже интереснее. То есть, для этой аудитории это некая мечта, это то, что сейчас хотелось бы там поиметь и поиграть с друзьями. Вот, они не ассоциируют, да, 15 тысяч рублей с приставкой. Вот, поэтому за приставки реально рубились. Вот, и это, собственно, все. Спасибо, я готов отвечать на вопросы. Спасибо за доклад. У меня вопрос, во сколько обошлась эта рекламная компания по продаже 132? Была браунов. 112, да, пардон. Да, очень важно понять, что группа была маленькой частью рекламной компании, да, и она никак не связана с продажами там 112 эпиляторов. То есть, задачей группы это было 30 тысяч девушек воспитать, пользоваться эпиляторами. И даже если они там в этом году его не купили, да, чтобы они купили в следующем году и так далее. Не знаю, как Pepsi Cola вот еще приходит в первый класс и ставит детям компьютеры, да. Ну, не меряются продажи Pepsi Cola, сколько они после этого купили Pepsi, да. Но они всю жизнь, как бы, скорее будут пить Pepsi, чем Coca-Cola. То есть, также наша задача была воспитывать именно средства эпиляции, такой, как эпилятор, да, в сравнении с другими. И молодую аудиторию к этому приучать. Знаете, а можно я просто скажу, как вот, как мама 15-летней дочери, что, на самом деле, в тот момент, когда бы я увидела на ВКонтакте конкурс, что моя дочь должна выложить фото своих голых ног именно ВКонтакте еще и с артом, я бы навсегда отказалась покупать этот эпилятор сама и запретила бы дочери. Слушайте, это ужасно. Да, почему нет. Давайте сейчас у нас, может, Ниша Гишерик сказать. Ага. Я не буду отвечать. Да, я думаю, это не очень регулярный вопрос. Мы с Ильей, на самом деле, довольно часто работаем в паре. Да, я сейчас хотел как раз чуть-чуть, может быть, прийти на помощь в таком, действительно, сложном вопросе, как измерение эффективности и, собственно, конкретных бенефитов, которые получает бренд за счет работы с UGC-контентом. Если подумать, в принципе, зачем бренду, агентствам вообще при работе с социальными медиа или нам, в принципе, нужен контент, который ингенерируют пользователи. Ну, в общем-то, есть два простых ответа. Первый – это чтобы экономить, чтобы тратить меньше денег. Вторая история – это чтобы продавать больше. И сейчас у меня буквально на 2 минуты два коротких примера на эту тему. Собственно, в сообществе «Клиросил» летом у нас традиционная спад активности. И, на самом деле, за весну, за весеннюю промо-компанию прошлого года мы накопили огромную, очень крутую, очень лояльную аудиторию. Там было более 100 тысяч человек, из них активно постоянно было 10-15. Мы из них отобрали, причем видно, какое ядро аудитории, видны самые яркие пользователи. Мы отобрали 20-ку самых ярких пользователей и предложили им сделать следующее, что мы им отдаем бразды правления группой. По сути, мы отобрали 12 человек на все лето. Каждый получил свое задание, мы это все, естественно, продумали, чтобы это уложилось в концепцию группы. И, по сути, бренд экономил на том, что модерацией группы, генерацией контентом, драйвом аудитории, вот этой уже, которая сложилась, занималась и другая группа. То есть, по сути, это прямое снижение затрат на то, что бренд тратит на продержание активности в своем уже сообществе заработанных медиа. Это, собственно, пример в сторону, как можно снижать издержки. В сторону того, как можно, собственно, зарабатывать больше, есть даже два примера. Очень хорошая история про социальные медиа и UGC контент – это так называемый co-creation, со-творчество. Когда мы вместе с пользователем создаем что-то. Илья говорил, что для конкурса механика, конечно, понятно, что лучше всего действительно вот этот механизм одной кнопки. Когда ты загрузил фотку, все, дальше тебе сгенерировался ролик, ты за него всех попросил проголосовать. Но если чуть-чуть, на самом деле, клопнуть глубже и дать пользователям очень релевантные для них задания. Например, да, здесь сразу могу сказать, что мы в сообществах HTC вместе с пользователями улучшаем телефоны. Да, мы проводим опросы, мы вычленяем, на самом деле, что им не хватает. Какие они хотели бы приложения получать, да, какие бы они хотели фишки получать новых прошивок. Мы это реально делаем. Это выполняет желание пользователя, как, конечно, той аудитории, которая пользуется коммуникаторами и покупает это. И, соответственно, это позволяет больше продавать. Второй очень крутой пример, который мне нравится – это авиакомпания. Я, честно говоря, не помню конкретно, AirBaltic или там какая-то еще. Они на стене в Фейсбуке говорят, смотрите, мы на следующей неделе выпускаем промо-тариф. Выбирайте, куда. Да, они предлагают три варианта. Они сразу получают аудиторию людей, которые голосуют, какой промо-тариф на следующей неделе AirBaltic должен выпустить, и они забивают самолеты. Они таким образом продают билеты на самолеты. Вот, собственно, для чего нужен UGC-контент, и вот как, на самом деле, нужно мерить эффективность экономическую. Снижение издержек и повышение продаж. Спасибо. Вопрос продаж введения той же группы – это вопрос к social-маркетингу в целом, эффективен он или нет. Мы в данном случае говорим именно о том, как, если мы на него уже согласились, то как минимизировать издержки, как максимально вовлечь аудиторию, да, как обеспечить, ну, действительно интересное присутствие. Давай сейчас дадим слово Андрею Бузине. Вот. И потом, да, один вопрос из зала и дальше. Да, спасибо. Ну, вот у меня есть ощущение, что все UGC-проекты, которые связаны с действиями, которые подразумевают от пользователей больше, чем нажатие одной кнопки, и рождают тонну такого трэш-контента, и, собственно, весь процесс напоминает просеивание тонны песка в надежде найти какую-то золотую крупинку. Отсюда вопрос – являются ли подобные проекты, грубо говоря, направленными на пользу бренда? Потому что масса контента, которая создается пользователям, может отрицательно повлиять на имидж и репутацию бренда в сети? Ну, мне кажется, это зависит… То есть это должно быть релевантно, собственно, заданию, да. Вот если говорить о компании, которую мы делали для МТС, то молодежь, которая отрывается, да, и показывает в камере, как она готова отрываться, да, это очень точно попадает в ядро и в ценности бренда. Есть ли у тебя примеры, когда UGC-контент выходил за границы сообщества, которая создает этот контент? У меня есть, да, мне сразу в голову приходит пример, но он не очень, он как раз негативный. Такие случаи тоже были. И пример этот, грейповский, вот, мне очень нравится, они делали для пива Tuborg, там нужно было делать фотожабу, типа, типа, что, как про вечегринку, там слоган, какой же слоган? Нет. А ты готов, ну, типа, а ты готов пойти на вечегринку? И сообществу футажабуру предлагали, собственно, ну, покреативить на эту тему. И там ставили все, что надо, да, там голый карцен на голый, там этой фракенбок, да, и там малыш заглядывает, и написано там, а ты готов на вечегринку. То есть контент, там сотни картинок были сделаны, они без посева действительно обошли все фишки. Но, на мой взгляд, если бы это делало пиво клинское, было бы все супер. Tuborg, он, ну, чуть-чуть повыше, и там вот реально, ну, трешевато смотрелось для бренда Tuborg. Но если бы было клинское, было бы вот 5 баллов вообще. Ну, спасибо. Дай сейчас один вопросик из зала. У кого очень важный вопрос? Кто хочет? И дальше. У меня вопрос, наверное, такой приятный. Вот заказчик в этой компании, как он вас оценивал? По каким критериям? Насколько он в компанию как бы влезал, контролировал и там, скажем, менял ее по ходу? И вообще оказался ли он счастлив в результате всей этой дебилляции? Ой, ну, тут опыт работы с крупными компаниями, он примерно всегда одинаковый. То есть это около 30 презентаций, причем 15 из них делается на тендер, потом еще 15 делается по того, как агентство выбрали. И это около двух месяцев работы креатива, ну, аккаунтского и креативного отдела. Вот. Принимается решение сначала, ну, решение на самом деле комплексное. Каждое агентство приносит некий креатив, да, решение брифа, приносит некую, ну, платформу, как оно предлагает технически решать, да, и как оно видит все детали. Третье – это KPI и стоимость. И вот, ну, собственно, в тендере выбирается агентство, которое либо-то. В течение компании, ну, достаточно постоянно, но есть моменты такие, например, как съемки, да, то есть съемки уже нельзя переснять. Поэтому, когда приняты сценарии, клиент вызывается на съемки, сидит весь день на съемках и согласовывает, вот, что именно так. И когда есть удачный дубль, он говорит, окей, снято, вместе с режиссером. Именно так достигается безопасность контента, потому что дизайн можно перерисовывать достаточно долго, а вот, ну, такие трудоемкие элементы или съемки, их нельзя. То есть от клиента, от крупных клиентов всегда, ну, вот, всегда очень много, как сказать, ну, правок не брать. То есть всегда это совместная работа на каждом сантиметре проекта. Вот. Если я ответил на вопрос. Ну, как сказать, ну… Были. Были. Спасибо. Илья, спасибо тебе. Очень хороший доклад. Прям реально круто. Спасибо, Леша. Сейчас будет Андрей Бузина. В общем, они, ну, скажем так, очень интересно получилось, что Илья и Андрей здесь встретились, да еще и друг за другом. И не случилось драки. Ну, то есть я их, я их хотел разъединить на самом деле, но получилось вот так. Вот. Они заклятые конкуренты. И, в общем, послушаем, что нам скажет Андрей. Мы коллеги, не конкуренты. Заклятые коллеги. Да. Аффект большие молодцы, на самом деле, моя признательность и комплименты, потому что ни у одного другого диджитал агентства нет такого количества действительно вирусных проектов пока. Так что, молодцы. Илья. Здесь нет конфиденциальной информации? Или это не твое? Ну что, осталось на самом деле не так много вам ждать окончания. Я попытаюсь очень коротко рассказать о нас, о том, что мы делаем и как это у нас получается. так. Спасибо. Собственно, Андрей Бузина зовут меня. Наверное. Я надеюсь. Техника. 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 А, они запустили наверное… Открою может. Да. Прошу прощения за накладку. Сейчас мы реабилитируемся. Теперь точно привет. Меня точно зовут Андрей Бузина, агентство «Сминтана» Питер. Спасибо большое Алексею за то, что пригласил пообщаться. На самом деле действительно приятно и интересно. Первый раз вижу такую молодую и прогрессивную аудиторию с максимальным процентом владения четвертых айфонов на душу населения. В этом плане Москва далеко вперед идущий город по сравнению с тем же Питером. Сегодня увидел в метро бабушку, которая играла в Angry Birds на четвертом айфоне. Это подчеркивает, что Москва гораздо более прогрессивна в плане диджитал. О сметании. Кто-нибудь что-нибудь слышал вообще о сметании? Два человека. Три. Есть. Отлично. Детские отмазки, наверное, кто-нибудь точно видел, но чтобы не быть голословным, покажу. Свежий кейс. Спасибо. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Спасибо. Но у нас хорошо получается работать с не то чтобы мини, а даже микробюджетами. Как вы думаете, какую сумму составил бюджет этого ролика? Еще варианты? Ну вот 10 чупа-чупсов это близко к истине. Ну в общем-то да. Дети не курили. Я об этом уже говорил. Мы за этим притренно следили. На самом деле в 0 рублей мы по-хорошему уложились, не считая нашего времени и ресурсов, которые мы задействовали. Поскольку есть связи, есть свой продакшен, который работал. Но не обращались никому, никому ни за что не платили. Все по дружбе. Все в рамках… Нет, мы не курим. Это выражение нашей социальной позиции. Давайте не ерничать, вопросы к концу оставим. Что хотел сказать? Хотел показать, что можно делать действительно клевые вещи, которые могут цеплять за небольшие деньги. Большие бюджеты, большие компании – это здорово, но не у всех есть возможность такими бюджетами распоряжаться. И лейтмотивом моего сегодняшнего выступления был призыв. Призыв делать просто хорошие, полезные, клевые штуки, которые бы жили своей жизнью в интернете и приносили пользу. Пользу бренду и пользу ее целевой аудитории. Казалось бы, псевдо-социалка, но ее основной целью было селф-промо-агентство, потому что случился холодный декабрь. Все тендеры у нас выиграл аффект, поскольку доступ к телу клиента всегда лучше влияет на качество продаж, нежели мы из Петербурга по телефону просим купить наш креатив. Хотя креатив действительно достойный. Те, кто видел, действительно оценят. Я продолжу. Результаты действительно хорошие. Основной нашей целью было продаться тем организациям, которые заинтересованы в неких социальных проектах. И, открою секрет, у нас это получилось. Более того, несколько компаний сейчас ведут с нами диалог. На эту тему крупные бюджеты, большие предложения. Не буду открывать всех секретов. Скажу, что будет продолжение, будет развитие, будет все меняться в плане социальной рекламы. И мы приложим к этому свои усилия. В общем-то, вирусный маркетинг – наша визитная карточка. Но свою компетенцию с нового года мы пытаемся расширять. Общаемся с большими брендами. И, в общем-то, заключили договоры на комплексное продвижение в интернете. Следите, будет много интересного. Питер без цензуры для веб-пласса продиджи на стаканах. Для местного фастфуда Микс – первая наша работа «Лингвей». «Бабки поют» Бритни Спирс тоже микробюджеты, скажем так, но с хорошими результатами. Вторая работа для Микса остались довольны результатами. Первый, заказали второй ролик. Еще в пору моей работы в Пентексе, где я работал сначала специалистом по веб-маркетингу, потом стал директором по маркетингу, сделали работу КНВС Никон. Был кризис, денег не было, но задача продвигать наши маркетинговые акции была. Соответственно, выделились каких-то скромных 20 тысяч рублей. И сформулирована задача привести клиентов на страницу акции. Пентекс кэшбэк, грубо говоря, покупаете камеру, и компания вам возвращает через некоторое время условное количество европейских единиц. Так вот, с помощью небольших вложений удалось привести на страницу акции почти 30 тысяч человек. Из них подавляющее большинство – это целевая аудитория. Поскольку формат самого ролика и тема, использованная в нем, подразумевает, что переносчиками вируса выступили фотографы, потому что другим было просто не смешно. И у Пентекса случилась очень удачная акция в финансовом плане. В общем-то, все порадовались. Но я из Пентекса ушел и основал свое агентство. Стал генеральным директором компании «Сметана» и, думаю, что не ошибся с выбором. Тоже работа для Пентекса, но продавались у нас влагозащищенные компакты «Оптио W80». И ловили мы щуку на фотоаппарат. Опять же, не нужно больших денег, нужна хорошая идея, технические средства и некие средства для посева. Тоже очень неплохие результаты. Собственно, было очень легко замерить результативность этой акции, поскольку других каналов продвижения не было. Просто запустили вирусный ролик и был единственный канал дистрибуции камеры, одна из сеть питерских гипермаркетов. Очень было легко отследить эффективность. Наверняка есть некие внешние факторы в виде цены, в виде предложения самого магазина, были листовочки. Но 250% по сравнению с прошлым месяцем в живых продажах. Работа для сервиса «Купи-купон». Здесь вот есть Юра Афанасов, который бренд-менеджером работал в компании. Можешь, наверное, пару слов сказать. Тоже попытались сделать целую историю за небольшие средства. Скажу честно, что получили не совсем тот результат, которого хотели. Было много негатива по отношению к самим образом, задействованным в ролике. Но мы сумели обратить это в плюс уже в процессе кампании. Выпустили утки на тему того, что ФАС запретил рекламу «Купи-купона». Соответственно, это прошло по массе новостных ресурсов, что дало нам дополнительные просмотры. Соответственно, мерили переходы. Но конверсия не самая замечательная, если сравнивать различные виды продвижения «Купи-купона». Но то, что компания случилась и принесла свои результаты, это факт. Ну и опять же пример, как незадорого можно продвинуть локальный проект «Стартап». Был фейковый кейс для конкурса интернет-проектов WebReddy 2010. Хорошо сработал на целевую аудиторию айтишников. На Хабрахабре был огромный пост, где обсуждали, действительно ли это фейк или правда, стоит участвовать в конкурсе или нет. Опять же, микробюджет и есть результат. Собственно, главная мысль, лайк-маркетинг, кто читал статью мою? Здорово, есть люди. Но тезисно для тех, кто не читал, пробежимся по верхам. Собственно, лайк видел у ребят на бейджиках. Такую же наклейку, да, молодцы. Собственно, форма коммуникации теперешняя, и я надеюсь, в будущем она будет только развиваться. Контента много, действительно, овершеринг. Непонятно, что читать, по какому принципу выбирать новости. Даже из ценных и авторитетных людей, кто-то выдает порой нерелевантный контент, кто-то сходил в туалет, кто-то купил себе подарок очередной. Нужно рейтинговать для того, чтобы новости вводить в топ. Соответственно, в плане вирусного маркетинга и любого другого, форма социального рейтингования крайне важна и будет определять естественные вирусы. Все, что нравится, будет находиться в топе. А бренд должен выступать с позиции друга, для того, чтобы то, что идет от бренда, воспринималось действительно позитивно. Итак, какие принципы определяют, понравится ли потребителю контент, который производит бренд? Ну, это, опять же, мое скромное мнение, которое не аксиматично совершенно. Хороший вкус, ну, это очень вкусовщиной пахнет. Но, в общем-то, хотел я сказать, что любую работу нужно заворачивать во вкусную обертку, чтобы продукт, любой товар, любая услуга была позитивно воспринята. Поддержки встречаются. Соответственно, любой ролик, ну, вот не обиду UGC контенту, не всегда удается сделать его настолько вкусным, чтобы он получал свое распространение. Соответственно, в силах бренда сделать любой рекламный контент, который будет отличаться качественной, яркой картинкой, которая привлекает внимание. Человечность. Вот сегодня Слава Кутеев был в такой же маечке. Очень действительно хорошая работа, которая выражает какие-то человеческие чувства, которые поддерживаются большинством. Все помнят ролик «Жгуна», который собрал там больше, по-моему, 300 тысяч просмотров. И сравним его с пресс-релизом на официальном сайте «Сочи-2014». Вряд ли он вызовет столько же человеческих эмоций, сколько этот забавный зверек. Все, что бренд не создает, должно идти от души. Будет ли это картинка, будет ли это пресс-релиз или ролик. Все должно быть адресовано к нам, к людям, к тем, кто этим брендом в перспективе должен пользоваться. А совершенно не машина и поиск Яндекса. Честность. Вот два поста одного человека, небезызвестного, но разбросаны по времени. Один датирован концом 2007-го и другой совсем свежий пример. Я считаю, что любые коммуникации должны быть честными. Любой бренд не должен утаивать даже негативной информации о себе. Нужно признавать ошибки, их не бояться, быть, опять же, в какой-то степени человечными. Если речь идет о вирусных роликах, то тоже не нужно скрывать рекламу. Все тайное рано или поздно становится явным. И лично мое мнение, да, тизерная история это круто, но лучше, когда в конце человек сразу понимает, чего от него хотят. Поскольку сложные схемы вересного маркетинга начинают утомлять, когда есть некая интрига, нужно неделю ждать, чтобы дождаться раскрытия. Человек дожидается, разочаровывается и грустно идет дальше. Ну, нисколько не хочу унизить Игоря Мана, клевый дядька, но в пору моего взросления на меня гораздо большее влияние оказал фанки бизнес. Нужно быть оригинальными, нужно быть первыми в своем роде. Если мы говорим о вирусном маркетинге, то те компании, которые придумывают новый формат, новый способ взаимодействия с пользователями, получают больше бенефитов. Те, которые пытаются копировать, да, есть какое-то внимание, но все вспоминают референс. Ваш продукт должен быть желанным. Опять же, один и тот же человек в разное время. Ну, по-моему, все понятно. То, что вы делаете, должно быть желанным. Даже если вы не лавмарка, если вы маленький бизнес, то ваш продукт должен вызывать хотение. Я хочу купить эту услугу, этот продукт. Тут даже сложно рационально объяснить. Нужно закладывать и в продукт, и в коммуникацию некие такие изюминки, которые будут заставлять хотеть, вспоминать. Ну, представим, есть у нас девушка. Вот к одной есть симпатия, а к другой нет. Очень, опять же, сложно рационально объяснить, почему так происходит. Это лучше у девушек спросить и заимствовать их секреты в продвижении бренда. Не устаю повторять, что если ваша мама не понимает смысл рекламы, которую вы придумываете, ну, или любой другой мысли, то не нужно ее запускать, нужно еще посидеть немножко подумать. И только потом, когда мама скажет, что все понятно, запускаем действительно делать эту рекламу, это не раз работало и подтверждает свою справедливость, эта мысль. То есть не нужно усложнять, там, где можно делать проще, делать проще. Все мы люди простые, и чем проще ты являешься на самом деле, а не пытаешься таким быть, тем больше доверия к тебе со стороны окружающих. Ну, то же самое релевантное и для брендов. Два примера социальной рекламы, ну, казалось бы, они решают одни и те же коммуникационные задачи, но вызывают у нас разные эмоции, да, некий мишка абстрактный и семейные ценности, которые, понятные каждому нормальному человеку, вызывают у зрителя гораздо больше эмоций. Соответственно, ваш контент тоже должен взывать к эмоциям. Если выйти на улицу, мы можем увидеть миллион рекламных сообщений, и лишь единицы в нас вызовут какие-то чувства. Вот эта баннерная слепота и вообще абстракция по отношению к рекламе заставляют бренды быть более изобретательными и предлагать новые сопереживания, новый формат взаимодействия, когда человек участвует в коммуникационной игре и проявляет какие-то человеческие чувства. Все, что бы вы ни делали, должно нести какую-то полезную функцию. Цель любого бизнеса – продажи. Соответственно, фан фаном, но компания должна задумываться о том, каким образом тот же самый рекламный ролик заставит ее товары продаваться лучше. Справа пример самой успешной акции Группона, когда они для ГЭПа продали товары уже впоследствии на 11 миллионов долларов. Ну и никакое предложение в 5% от некого среднего бизнеса, даже малого. Я не знаю, вообще работают скидки 5% для тех предприятий, которые в высококонкурентных сферах работают. Мне кажется, нет. Есть какие-нибудь примеры? Ну, нужно конкретные примеры рассматривать. Где-то 5% действительно, допустим, на ту же фототехнику. Случается, ну, еще из тех времен, когда я работал в Пентексе, случается 8 марта, 23 февраля, 14 февраля. Делаем акцию. Долго обсуждаем с генеральным директором, какую скидку мы будем делать. Он говорит, 2%. Нет. Ладно, 3 даем. Ну, трудно убедить, что такие скидки мало интересуют. Пользователи, которые привыкли прийти в магазин и увидеть 50% распродажу. Ну, понятно, что техника – это не одежда. Там есть определенная маржинальность, ниже которой спускаться нельзя. Но все-таки можно дарить те подарки, не знаю, или давать те бонусы, устраивать те программы лояльности, которые будут работать и делать вашего клиента довольным, лояльным и постоянным. Ну, пример оперативности. У Грейпа, тоже мои комплименты, был пример, когда, по-моему, после календарей с обращением к нашим первым лицам, они выпустили свой календарь с изображением девушек, которые промоутировали Акс-эффект. Достаточно быстро это сделали, в течение трех дней. И получили хорошие результаты по итогам кампании. Один из немногих примеров на отечественном рынке. Но вот за границей научились работать оперативнее, чем многие наши агентства. И вот пример с кампанией Allspice, когда в течение 48 часов ребята сняли и выложили 200 роликов, видеоответов на обращение пользователей. Ну и в заключении будьте смелее, в общем-то не бойтесь быть не такими, как все. Естественно, не все бизнесы с точки зрения своих морально-этических норм могут себе это позволить, но однако это не мешает крупным бизнесам, вот яркий представитель Брэнсон, продвигать себя посредством таких не совсем стандартных и провокационных акций. На этом, наверное, все. Буду закругляться, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Вы знаете, хотелось бы вот сказать, я чуть-чуть в шоке. Вот, причем в очень большом. Давайте разберемся. Потому что у вас, наверное, нет детей. Лично. Ой, давайте вот про детские отмазки не говорить сейчас. Нет, это стоит того, чтобы говорить. Смотрите, вы сделали ролик. Это то же самое, ребят, что анимировать Камасутру с помощью детей. Но это сложный случай. Давайте мы с вами поговорим отдельно. Я вас не перебивала. И я имею право сказать это во всеуслышание. Хорошо, давайте. Потому что то, что я увидела, я бы не хотела, чтобы увидела моя дочь, а ей почти 8 лет. Она уже в Ютьюбе смотрит мультики, клипы и так далее. Не показывайте, есть очень много контента, который детям нельзя смотреть. Вопрос. Как вы ограничите детей, чтобы они это не увидели? Почему вы считаете, что дети не должны это видеть? Они даже не услышали. Девушка, послушайте. Вы идете по улице с ребенком, да? На остановке стоит молодая мама с ребенком, с коляской. И плюс к тому же беременные. И курит. И курит. Ваш ребенок смотрит на это и спрашивает, мама, это нормально? Что вы ответите? Она скажет, что я не курю. Ну, давайте по поводу детских отмазок с вами не будем спорить. Потому что есть статистика, опять же, тех же лайков, кому нравится, кому нет. Я принимаю вашу позицию. Я в какой-то степени могу ее разделить, но она отнюдь не показательная. Просто если мы сейчас проведем голосование, кому ролик нравится, кому нет, вы останетесь в меньшинстве. Поэтому разговор смысла не имеет. Давайте его прекратим, пожалуйста. Давайте иметь уважение к остальным. Мне кажется, что вот такая реакция, она как раз правильная. И так как, что то, что вы не видите. Ребят, давайте креативные вещи оставим за нашим обсуждением. Ребят, мы с вами, взрослые, это понимаем. Эта реклама для нас... Объясняйте своему ребенку, чтобы он с малых лет понимал смысл рекламы. Послушайте, пожалуйста. Эта реклама для нас, для взрослых. Но мы с вами не ограничим детей, чтобы они не увидели. Вот в чем, понимаете? Да, давайте на бизнес-тему все-таки говорить. Дети не ходят по улице, не ходят. Маленькие такие. Вот так хорошо одетые. Ребят, у меня нет слов. Извините. Спасибо. Сейчас еще Илья скажет по этому поводу. Можно я просто коротко хочу Андрея поддержать в ролике. По-моему, интернет вообще не место для детей. Интернет – это пространство, где можно вгрузить любой контент. И просто, ну, давайте ограничим интернет от детей. Потому что на YouTube есть миллион роликов, таких, которых точно детям не стоит смотреть. А этот просто потрясающе по сравнению с ними. Поэтому, ну, лучше интернет ограничить от детей, чем детей от интернета. Спасибо. Давайте все-таки к вопросам вернемся. Еще вопросы. Вопросы о стоимости компании открыты. Наверное, у каждой компании, занимающейся вирусным маркетингом, есть свои расценки. Это зависит от задачи и от форматов вирусной коммуникации, которые подразумеваются. Потому что вирусный маркетинг не ограничивается роликом. Можно придумать очень много различных инструментов для вирусного продвижения. Соответственно, нужно смотреть на бриф, оценивать предложения, соответственно, читать их стоимость. Если речь идет о ролике, то мы его продаем от 200 тысяч за продакшн. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про какие-нибудь интересные современные методы посева. То есть, например, фишки нет уже всех задрали, грубо говоря. А вот что-нибудь такое свежее, интересное, хотелось бы послушать. Ребят, делайте тот контент, который не надо сеять, который будет распространяться сам. Я вот придерживаюсь такой мысли и буду ее только пропагандировать. То есть, если реклама не талантливая, то лучше купить, безусловно, коммерческое продвижение в Рутюбе или Ютюбе. Это будет честно по отношению к себе, по отношению к заказчикам и пользователям. Та реклама, которая является вирусом, безусловно, нуждается в первичном продвижении. Но я не буду здесь советчиком. Вы сами должны подумать, где находится ваша целевая аудитория для того, чтобы она стала проводником ваших идей. Моя точка зрения сеет там, где находится ваша целевая аудитория. Если вы продаете автомобили на автомобильных сайтах, если продаете памперсы на сайтах для молодых мам, если детские товары, то тоже для них. Если финансовые услуги, на РБК можно ролик разместить. Есть ролики массовые, развлекательные ресурсы. Все больший оборот набирает продвижение в социальных сетях. Но еще агентства не научились распространять вирус в социальных сетях. Он, как правильно сказал Илья, является скорее следствием, чем первопричиной. То есть очень хорошо социальные сети работают, но если вирус уже случился, если он натуральный, естественный, он получает поддержку в социальных сетях, и люди делятся этим вирусом. Изначально, безусловно, волна будет больше, если источник вирусной информации будет сам по себе авторитетным, крупным. Некая известная площадка, новостной ресурс, ресурсы social media, блогеры и так далее. Добрый вечер. У меня следующий вопрос. Работает? Следующий вопрос. Смотрите, вы снимаете ролик. Замечательно нравится заказчикам, посеяли в сети, миллионы просмотров, но он вызывает негатив. Он вызывает совершенно другую реакцию, не ту, которую вы хотели. Что вы будете в этом случае делать? Обычно таких реакций не случается, поскольку перед запуском любые уважающие себя агентства проводят фокус-группы на целевой аудитории. И если не ошиблись сотни мух, то всем остальным ролик понравится. То есть очень тяжело ошибиться, если сделать правильную выборку из целевой аудитории, провести с ней фокус-группу, собрать комментарии, все их учесть, ролик переработать, его запустить. По крайней мере, по нашей практике это работает. Тестируйте, проверяйте, и только лишь убедившись в том, что всем нравится, запускайте. Видите, детские отмазки до сих пор не дают покоя некоторым. Спасибо большое за доклад. Спасибо вам. Вопрос такой. На самом деле ваш доклад, я считаю, что он показывает, что на самом деле неважно, вирусная реклама, социальная, не социальная. Главное, чтобы она была талантливая. Абсолютно правильно. Это было в эпоху до интернета, когда рекламу вырезали из журналов и вешали, не знаю, над столом. Да, или в туалет. Это не реклама уже. Но штука в том, что получается, что настоящая социальная реклама не должна быть посеяна вообще, потому что если она будет посеяна в правильных местах, она быстро выдохнет, всю ночь ее все посмотрят и забыли. А когда она будет естественным образом распространяться, она дольше проживет и зацепит больше аудитории. То есть она выйдет из онлайна в оффлайн, вот так можно сказать. Правильно я понимаю? Да, вы совершенно справедливо заметили, что талантливая реклама живет своей жизнью. На этапе посева мы как-то контролировали вирус, но сейчас, если, допустим, в том же контакте вы по видеозаписям пробьете детские отмазки, порядка 25 тысяч копий только лишь в одном контакте. То есть люди добавляют к себе в профайл, даже имеющий детей, этот ролик, потому что он им нравится. Ну, не хочу сказать, что мы сделали работу однозначно хорошую, которая не оставляет вопросов, но в том числе задача ролика, чтобы он вызывал неоднозначную реакцию, интерес, провоцировал споры, сталкивал мнения. Хороший вариант сделать вирус – столкнуть две противоборствующие единицы. Допустим, человек курящий и человек не курящий. Одному уже не надо ничего доказывать, он для себя все решил, а другой проповедует идеи здорового образа жизни. Просто можно посеять между ними некий спор, и они сами будут дальше его продолжать. То есть это есть цель вируса – дать некую информацию, которую люди будут обсуждать, и цитировать дальше. Вопросы? Давайте последний. Еще раз спасибо за интересный клад. Вопрос такой в продолжение. Возможно ли запустить вирусную рекламу в B2B-сегменте? Что-нибудь в этом духе? Да, в общем-то, можно, но рационально ли? Знаете, есть такая байка про продвижение на B2B-сегмент, когда вокруг генерального директора все говорят о том, что нужно поставить вот эту CRM-систему, потому что они посмотрели некий вирусный ролик. Он уже в десятый раз, услышав от своих коллег, что да, есть такая реклама, и они продвигают некий продукт, он сам пойдет, посмотрит, и, возможно, это возымеет эффект. Но мне кажется, оптимально и с точки зрения экономии, и просто с рациональной точки зрения использовать другие каналы продвижения на B2B. Но это, опять же, мое личное мнение. Директ-маркетинг гораздо дешевле и оптимальнее. Еще, пожалуйста, или все? Все. Тогда спасибо вам большое. Спасибо. Буду рад общению. Всего доброго. У нас в программе был заявлен Артур Вельф. К сожалению, Артур позвонил, сказал, что, ну, видимо, у него очередная встреча с Грефом, поэтому он не сможет. Вот, то есть надо Артура понять. Вот, ну, ничего страшного. Сейчас выступит Ольга Пестерева из Skylink. Артура, я вам, конечно, не заменю, но 15 минут времени проведем. Совершенно согласна, что фан – это отлично, но бренды присутствуют в социал-медиа только поскольку там присутствуют их клиенты, которым надо что-то продать и которых надо обслужить. При этом все мы любим начинать проекты и делать прикольные, красивые проекты. Я бы хотела поговорить сегодня чуть-чуть о том, где она, что происходит дальше. То есть после того, как ваш прекрасный проект придуман под какую-то задачу, спланирован, сделан, состоялся, с перевыполнением KPI, все довольны. Что? Skylink называется? I-Conf? Вот это, да. Да, спасибо. Что дальше? Вчера, например, мы убили группу 3G Club на Фейсбуке, потому что она у нас пожила пару месяцев, и мы поняли, параллельно было открыто сообщество, страница сообщества. Мы поняли, что нам этот формат удобнее, то есть вот это было такое маленькое убийство. С точки зрения компании, бренда, который делает нечто в социальных медиа, мы, ну, сейчас, конечно, больше у всех вопросов, чем ответов, тем не менее, понятно уже, что пока ты что-то не закрыл и не уничтожил, оно живет вечной жизнью, хотя места в интернете теоретически хватит всем, и особо это никого не беспокоит, но в случае с долгосрочными историями, это серьезный вопрос, на который надо думать, что делать. Сейчас это экспертное сообщество 3G Club, которое мы делали для региональных журналистов, для того, чтобы подгрузить их темой развития мобильных технологий, у нас осталась в Фейсбук-странице и на исторической родине в ЖЖ, а также сайт, который, конечно, не так активно участвует в этой истории. И все хорошо, растет количество участников, что-то там происходит, мы время от времени делаем там разные проекты, но и происходит, собственно, то, ради чего все делалось, само общение. То есть там активные участники, которые обсуждают между собой нужные, важные для нас два года назад темы. Начинали мы это сообщество два или даже больше, по-моему, года назад, для того, чтобы приобщить журналистов в регионах к теме мобильного интернета, с которой тогда выходили. Это был новый продукт, никто абсолютно ничего не понимал, мало кто что понимал, и это было важно. С тех пор уже не 3G, уже 4G и так далее, уже все во всем разобрались, уже далеко не только Skylink, а и все остальные тоже мобильным интернетом занимаются. То есть такого сильного интереса к развитию этой площадки, этого сообщества, какой у нас был на момент открытия, у нас нет. Нет, однозначно мы уже 3 раза выполнили и перевыполнили все эти задачи, которые перед собой на тот момент ставили, и есть аудитория, которая там живет. Можно этому порадоваться, можно подумать, что с ней делать дальше. Если с точки зрения бизнес-проекта все нормально воспринимают, что есть какая-то стратегия входа, стратегия развития, и потом стратегия выхода из проекта закрытия бизнеса, то в коммуникациях, в социал-медиа в частности, эта тема пока, по-моему, совсем еще не обострилась, ее еще мало кто осознает. Для рекламы, может быть, это и вообще не актуально, но в случае с долгосрочными какими-то вещами репутационными имеет большое значение. Например, один из наших тоже очень любимых проектов, который мы начали еще раньше, в 2006 году, когда в Москве появились первые квесты, и приехал энкаунтер, которому нужен был мобильный интернет для игры, мы начали с ними совместный проект, два года вместе играли активно, потом это стало происходить менее активно, но тем не менее состоялся сам... задача, которая была поставлена, была выполнена, потому что мы выходили в новую целевую аудиторию молодых тусовщиков из той ниши, где находились, из ниш технократов, с новой товарной категорией. Это был постоянный тест-драйв наших новых устройств, услуг, все команды играли с модемами, с телефонами, был ли миллион историй с играми под сюжеты, с тестированием разных возможностей функциональных. То есть устройства, бренд, услуги, тест-драйв, формирование комьюнити. Ну, конечно, да. То есть это было... Мы привезли первые модемы, они все их купили, игра платная вообще там, они платят за то, чтобы поиграть, платят за то, чтобы попользоваться мобильным интернетом, получить устройство. Там был призовой фонд, там были какие-то тестовые устройства, но в основном они все пошли и купили. И более того, сейчас уже не только... Модем. Не повезло со мной с интернетом. А чем пользуетесь? Нерепрезентативно оказалось в данном случае. Но если бы вы спросили, кто-нибудь в Encounter играл? Опять не попали. Ты слышал, что это такое? Да, да, конечно. Ну, конечно. То есть вот в этом случае однозначно. Это была мода, которая в свое время появилась. Не скажу, чтобы она была такая же, как мода на Coca-Cola. Но в тот сегмент, который нас на тот момент интересовал, мы очень органично встроились и прожили с ним какую-то жизнь. И там было очень много офлайна, но и в онлайне эти люди достаточно активны были на всех площадках и продолжают быть активными. То есть по-прежнему есть некое активное сообщество, которое в курсе, что такое мобильный интернет раз, в курсе, что такое Skylink два, умеет отличить один модем от другого, и сейчас они уже носят их пять в кармане. То есть есть некая аудитория, которая не просто поиграла в конкурс и выпила коктейль, а которая на протяжении двух лет, если вам это мало, я думаю, что больше тоже хорошо, но обычно бывает короче. На протяжении длительного времени была погружена в предмет и стала экспертами и представителями. Если сказать банально, то экспертное сообщество сформировано. Если более развернуто, то эти люди знают иногда о том, как работает мобильный интернет, то или иное устройство в конкретном месте Московской области, в конкретном каком-нибудь заврошенном заводе, лучше, чем это знают сотрудники компании. Другой наш любимый тоже проект, который долго тянется, это видеоблог. В то время, когда мы экспериментировали с видеонаблюдением, с видеоуслугами, и вообще, когда думали, что в сетях 3G самые распространенные, самые популярные будут видеозвонки, мы установили видеокамеру в вольере гепарда в зоопарке, открыли ему блок на месяц раньше, по-моему, чем блок Медведева открылся. И это прямая видеотрансляция. Там тоже было очень много оффлайна, потому что мы и для сотрудников, и для журналистов, и для детей проводили там разные мероприятия в зоопарке. Там была довольно активная жизнь, порядка 500 человек каждый день приходили пообсуждать, как живется гепардом в новом доме. Была даже своя трагедия. Одного из гепардов мы похоронили за это время. И с тех пор сильно охладели к самой теме видеонаблюдения, потому что оказалось, что основные деньги операторы зарабатывают, тем не менее, на звонках, не на мобильном интернете. Мобильный интернет пока всех больше разоряет, чем обогащает. Поэтому на данный момент камера работает, блок существует, даже заходят какие-то люди. Все, что мы посчитали, нам нравится, и нас устраивало уже три раза, он не закрыт. Что сейчас касается гепарда, гепард живет в нашем сервере, он нас вообще не беспокоит, каши не просит. Что касается энкаунтра, ну тоже, какие-то призы, интеграция бренда по-прежнему, интеграция услуг по-прежнему, это не требует много денег, но тем не менее, это требует какой-то поддержки, этим нужно заниматься, если ты хочешь с этой аудиторией общаться. я против того, когда мы приходим и делаем нечто красивое, и считаем, что именно этим продвигаем свою компанию, свой бренд в этой среде. потому что дело заключается в том, что в социал-медиа те же люди, с которыми мы имеем дело и в своих офисах, и в обычной классической коммуникации, то есть, если ты уже с ними общаешься, находишься в, дружишь, находишься в постоянном контакте два года, просто так взять, закрыть, забить и написать на проекте «Он успешно сделан» неправильно, а правильно было бы развивать его дальше, но в данном случае у нас тоже это уже бизнес-задачи уже ускакали дальше. Сейчас мобильный интернет далеко не такой актуальный приоритет для компании. Мы совсем не заинтересованы уже в том, чтобы продвигать его в одиночку, именно как категорию. То есть, нам эти люди под конкретные бизнес-задачи, они уже все купили, уже всем все порекомендовали, продать им еще и голос, вот разве что. То есть, с точки зрения бизнес-задачи, которая всегда первична, в том случае, если что-то делает бренд или замышляет, или продолжает, здесь встает вопрос. Вопрос, что дальше? Когда мы входим в тот или иной проект, то уже считается нормой оценить бонусы и риски. Много всего про то, что надо сначала подумать, что ты хочешь, зачем тебе это требуется и что ты получишь в итоге. Вот тут у Вельфа нашла хорошую картинку про то, как работает социальная коммерция. Действительно, кнопочка «Купить» должна быть в идеале в конце каждого вашего красивого проекта. Под этим, я думаю, легко подпишутся все компании, потому что всегда выбирается какой-то наиболее эффективный способ продвижения, а не красивая картинка. А вот когда мы проект уже сделали, то на самом деле это связано с бонусами и рисками тоже. К рекламе не относится практически никак, потому что всегда имеется определенное время, определенные заданные параметры, и рекламная акция «Сделано» прошла. Ролик, который уже все посмотрели, который оценивается по секундам, по контактам, в лучшем случае он остается жить где-то на Ютубе, на корпоративном канале, и все. Дальше мы переходим к следующему пункту «Спокойно». Вопроса нет, потому что проект закрыт. Я попыталась посмотреть, какие варианты, то есть что происходит после того, какой-то хороший проект сделан и закрыт. Нашла. Что нашла? Попался мне «Косагоров самогон», конечно. Очень хороший пример. Провели люди конкурс на сайте «Кулинар.ру». Считаю, удачно, вовремя и быстренько. Не помню, сколько там было по количеству. Мы сейчас не об этом, меня интересовали больше всего варианты, варианты завершения различных проектов, то есть формат завершения проектов. Вот здесь абсолютно локальная история на ресурсе, который продолжает жить, и эта история продолжает жить как закрытый проект на живом ресурсе. То есть я могу в любой момент пойти туда и посмотреть, как это было. Имеет легальный статус проект завершен. Очень хорошо также, когда есть у тебя какое-то конкретное время че. Так вот, например, Олимпиада в Сочи. Каждый день мы видим, сколько там осталось дней, и по крайней мере понятно, что 1092 дня мы можем порезвиться. Если мы в Сочи 2014, мы можем делать все, что мы хотим на всех ресурсах до времени включительно, но при этом вопрос, что дальше, остается открытым. Потому что если после этого окажется, что сайт не грузится, я думаю, что это будет нехорошо для страны. Если говорить применительно к технической сфере, к брендам, которые занимаются потребительскими вещами, тоже завершенный конкурс. Вывод нового тачфона под андроидом. Конкурс, который занимал определенный период времени, две, по-моему, недели, собрал определенное количество участников и был закончен подведением итогов. Живет на живом ресурсе, доступен всем желающим, мы видим, у него легальный статус завершен. Там часть каких-то незакрытых вопросов, но это бывает и не только в разовых проектах, хотя бы по-другому. Как пример, если какой-то проект закрыт, мы можем сделать отсылку в другое живое место, где человек, который уже имел контакт с брендом, который поучаствовал в какой-то активности и по какой-то причине хотел бы продолжить этот контакт, имеет такую возможность. Если мы что-то закрываем, мы можем переадресовать в то место, где продолжаем свою активность. Если проект не случился по той или иной причине, то все просто. Вот это классика. Тогда мы просто видим официальное досвидание, все свободны. Или видим ошибка, ваш адрес недоступен. или мы видим, что истек срок регистрации домена. Вот ни один из таких случаев, конечно, не украшает репутацию компании в сети и не помогает общению со своей аудиторией, в этом я точно уверена. Госдепартамент США завел микроблок на арабском языке. Можно быть совершенно спокойным. Этот блок на арабском языке будет жить, пока жив Госдепартамент США. То есть ему ничего не украшает ближайшие много лет. То же самое Coca-Cola, пока есть миллиарды людей, которые любят сладкую газировку, обречена быть в сети и делать там нечто для своих пользователей, в том числе и разной сложности, красивые длинные истории. И Косагоров Савагон может делать то же самое с тем же это не надоест. Компания мобильной связи точно так же относится, как и FMCG, потому что миллиарды клиентов, которым нужно постоянно что-то продавать и которых нужно постоянно обслуживать. То есть из разряда вечных историй у нас абонентская служба в интернете, которая реагирует на то, как ведут себя там пользователи. но это простая понятная текучка. А что касается проектов длинных, то я, по крайней мере, для себя обнаружила за время, пока думала над этой темой, пять вариантов. Это убить, закрыть, но закрыть уже тогда так, чтобы там было закрыто хорошо, чтобы висел красивый замок, а не мусор. Вариант второй. Забить, забыть. Тогда мы, на самом деле, весь и промо-сайт, и какая-то игра, и ваш конкурс, они могут где-то жить вечно в правильном месте, если вы об этом позаботились, если вам это нужно. Или они могут остаться, болтаться и попадаться потом всегда не кстати, не в нужное время и портить вашу прекрасную репутацию, над которой вы так много работали. Ну, конечно, если вы уже работаете в другой компании, то, может быть, это и не так волнительно, но в целом, я считаю, не лучше, чем забивать окружающую среду пластиковыми пакетами. То есть, я против мусора в сети однозначно. И забить равно забыть, не считаю выходом из проекта. Вариант третий. Поддерживать вечно. Отличный вариант. При условии, если мы не ограничены никак ресурсами, если у нас безграничный бюджет, если мы не ограничены никак временем и сотрудниками, и можем направить на это неограниченные силы, то, в принципе, можно поддерживать вечно. В каждый конкретный момент решение зависит от того, насколько это совпадает с твоими бизнес-задачами. И вопрос цены, вопрос костов, вопрос бизнес-интереса. И где там в конце концов кнопка, кнопка купить. Вот основной аргумент при решении. Вариант четвертый. Продать. Ну, в общем, если есть какое-то, если есть что продавать, почему бы не продать, думаю, тоже вариант. Если вы сформировали вдруг какое-то сообщество из миллиона пользователей, можно его монетизировать заодно. Рефарминг. Перестроить под новые задачи. А если есть какие-то другие варианты, буду очень рада их услышать, потому что как раз сейчас мы думаем, совсем свежий кейс тоже вчерашний. Мы вчера подвели итоги конкурса, который проводили в рамках своей большой программы по безопасности мобильной связи. Там использовалась площадка ВКонтакте. По итогам голосования ВКонтакте определялся один из победителей. У нас там сейчас 2 600 людей участников. Это школьники, которые прислали свои работы на конкурс, 500 работ, и которые заинтересованы так или иначе в экологической теме. конкурс завершен. Победители известны. Они там что-то не делали. Рисовали, делали инсталляции, снимали, писали, научные работы, поджаривали мясо на электромагнитном излучении. То есть проявили очень много талантов и изобретательности и оказались серьезно подгружены в тему экологии. Мы делали это вместе с ВВФ в рамках темы влияния урбанизации на человека и электромагнитное излучение как фактор урбанизации. Ну вот факт. Факт. Есть 2000 участников. Мы можем это просто закрыть, но естественно как все делают закрыть, сказать до свидания. А можем продолжить с ними что-то делать. Что? Конечно. Конечно. Мы да, это было через школы. Нет, почему? У нас в этом проекте у нас работало несколько агентств. Это был большой для нас участок времени. То есть это где-то с лета прошлого года продолжалось. конкурс не с лета. Конкурс был объявлен по-моему осенью, если я не ошибаюсь. просто подпомоги мечтам или хотя бы скажите какие деньги вы затратили, какой бюджет был для создания, какой бюджет просто я в этой группе не ослужила. Но вы же не школьники, я думаю. Вы не школьники. У нас давайте я заступлю за коллегу. Тут совершенно все понятно. Это было несколько частей программы экспертной, медицинской, школьной. Она была совершенно на конкретную аудиторию нацелена. Нам абсолютно не был нужен большой шум вокруг этого. Нам важно было продать наши телефоны. Продать телефоны школьникам, учителям, медикам. Сделать так, чтобы они рекомендовали устройство CDMA как наиболее безопасное для здоровья. Можно я отвечу на задный вопрос у вас, плюс в том, что у меня есть микрофон, а у вас нет. Во-первых, это вопрос, что можно сделать с таким сообществом. Во-первых, можно постараться, начиная конкурс, подумать о том, как бы сделать так, чтобы в конце конкурса не оказаться наедине с этим вопросом. Например, если бы, например, это была не группа, а приложение, то она естественным путем закрывалась бы в какой-то момент, и это не вызывало бы вопросов у пользователей. И это хорошо? Это некоторым образом было бы хорошо, потому что это была бы объявленная история. Вот начало, вот конец. И в этом смысле для конкурса могло было быть приложение, функционал, которого заточен только под конкурсные задачи. Когда у нас есть группа, она заточена под общение. И это частая действительно проблема, когда делают группу, которая инструмент для долгосрочного общения, а использовать ее хотят три месяца. В этом смысле у вас есть... Склошь и рядом случается, да? У вас есть другой счастливый выход. У вас есть партнер, который называется ВВФ. Совершенно верно. И вы отдаете им эту группу со словами, приглядывайте за ней, вот она вам. Из тех вариантов, которые мы придумали, этот лучший. А так, в будущем, конечно, вначале надо задаться вопросом, что делать. И отвечая на заданные здесь вопросы, я тоже люблю спросить, если вы так долго делали, у вас был большой бюджет, почему так мало участников. На самом деле, мы все знаем, и я говорил об этом вначале, что количество людей, которые записались в группу, не есть показатель. Любое агентство знает, что его можно, ну сейчас труднее, а раньше совсем легко, раздуть до любого количества. Если эти две с чем-то тысячи человек реально участвовали в конкурсе, они просто зашли и вышли. 500 проектов, 500 работ. 500 проектов, ну что, 500 проектов, надо другую цифру называть, 500 проектов. 500 работ, да. Тут вот до этого нам, простите, коллеги рассказывали, что они получили 20 фотографий, они страшно этим гордятся. Вот, а тут 500 проектов. Включая научные работы. Научные работы. Научные работы школьников. 100? Нет, нет, мне кажется. Ну нет. Можно. 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 Я скажу, что в данном случае? Один из наших клиентов по школьным проектам. Клиенты нам говорят, слушайте, по школам мы уже прошли, и через Минобразование мы зашли, а мы теперь хотим зайти через соцсети, чтобы достичь тех, кого не достигает Минобразование, потому что здесь много энергичных людей, которые что получают от Минобразования, сразу делают и не читают. Вот, а мы их лучше достигнем через соцсети. Потом, это же была часть программы, там оффлайнового тоже было много, было на мероприятиях. Школьных и просто народных, и про здоровье, и про веселье. То есть, это как маленький эпизод, я привела это просто как пример того, что есть нечто, что может быть либо закрыто, либо продолжено в зависимости от нашего решения. И призываю вас, вот всех призываю на самом деле думать в начале проекта о том, как мы из него выходим. Я, может, мне не везло так, я практически никогда не слышу от агентств на входе предложения о выходе. Ну, или они очень невнятные. Настолько невнятные, на уровне общих рекомендаций продолжайте эту активность, контакты с целевой аудиторией на данной площадке. Это я считаю ни о чем. Потому что всегда цена вопроса, всегда суть и смысл действия должен быть на первом плане. Ольга, можно вопросик? Конечно. Меня зовут Антон Сошкрафт. Собственно, я понимаю, что этот вопрос немножко не в тему, но у вас прозвучал такой вопрос. Я краем глаза иногда слежу за тем, что делает Skylink. Насколько я помню, раньше это были решения для бизнеса. Сейчас вы охватываете какую-то новую целевую аудиторию. Вы сказали, что мобильный интернет это сейчас и в будущем это не тренд. Не статья дохода. Это очень хороший драйвер рынка. Он дает новые подключения, он дает возможность продвигать новые услуги, привлекать новых пользователей, продавать новые устройства или раздавать. Но для операторов по существу он сейчас затратный, потому что они его датируют за счет своих доходов в голосе, в роуминге и так далее. Интересно, почему сейчас МТС, Билайн, Мегафон так активно сейчас давят на мобильный интернет, активно двигают свои модемы. А вы говорите о том, что это вообще не то. Чуть впереди этого паровоза мы этот участок уже прошли. То есть мы сняли какие-то сливки с людей, которые готовы были платить за мобильный интернет дорого. Сейчас, если вы заметили, цена мобильного интернета сильно-сильно-сильно в разы упала. И это нормально. Мы в рынке, но вкладывать деньги в то, чтобы продать дешево, это не наш случай. Нам не нужно рассказывать о том, что у нас есть во всей стране что-то построено, потому что мы продвигались другим методом через рекомендации. У нас 50% продаж по рекомендациям пользователей, имеющих опыт. Это то, над чем мы работали два года, когда выводили эту категорию. Мы работали точечно с разными целевыми аудиториями, где могли вырастить экспертов, которые, имея опыт, в состоянии сказать, что хорошо, что плохо и дать квалифицированный совет. Через телевизор, через массовые каналы мы бы не получили такого эффекта. Ну вот я сейчас смотрю, вы говорите, что ваша целевая аудитория, я, насколько понимаю, около моего университета висит ваш огромный щит, ваша огромная наружка, с девочкой, с моделом Скайлинка. Ну и ваша целевая аудитория молодежь. Я в свое время очень много работал с молодежью. У меня огромное количество друзей молодежи. У меня есть всего лишь один человек, который пользуется Скайлинком, и он говорит мне, не подключайся. Ну бывает и такое. На самом деле, если у компании есть хотя бы два клиента, у них всегда есть о чем спросить и чем быть недовольным. У нас абонентская служба не вылезает из соцсетей, работает в соцмедиа очень активно. А из аудитории по возрасту ядро, по-моему, если я не путаю сейчас, 25-40. Но у нас, минуточку, минуточку, один процент рынка в Скайлинке. Один процент рынка. То есть, а подоходом 17. У меня вопрос, почему у вас один процент? Вот реально, вот я смотрю на хорошие кейсы. Они как бы хорошие, они были сделаны хорошо, но вот как-то вот ситуация ваша на рынке, ну, не знаю, ну вот аутсайдерами вас назвать, даже язык не поворачивается. Где-то там... Мы такие специфические передовики. Специфические, да. Объясняю, можно уже, или еще вопрос не закончен. У нас было, на чем работают операторы? На радиоэфире, на частотном ресурсе. У нас частотного ресурса было в 20 раз меньше, чем у других операторов. Вот этой вот частоты. То есть мы физически не могли набрать больше миллиона абонентов по техническим причинам. Слушайте, я скажу, потому что... Осенью нам дали дополнительные частоты, сейчас мы порезвимся. У нас будут массовые предложения. Я не работаю в Скайлинске, поэтому я могу сказать, есть такая точка зрения, что область бизнеса, связанная с телекомом, очень сильно связана с government relationships и другими отношениями, которые не находятся в ведении, человек, который стоит сейчас на сцене, и никак не связана с маркетинговой политикой. Если люди занимают 1%, то мне кажется, что причина здесь в том, что есть большая тройка и все остальные. Ну, честное слово. Ну, почему они не большая тройка, вы не туда спросили. Ну, структура акционерного капитала, да. То есть есть некоторые специфические моменты, не завязанные напрямую на кейсе. Как раз в кейсах у нас все очень аскетично. У нас мы точно не ваш любимый клиент, потому что у нас нет этих бюджетов, которые такие сладкие, которых так все любят. Мы любим все делать за копеечные деньги и любим делать именно то, что нам конкретно нужно в данный конкретный момент. Думаю, вариант. Мне понравилось, как оно тут было. Если еще вопросы я готова ответить или здесь, или потом, мы уже, по-моему, зашкаливаем по времени. в любой момент готовы пообщаться. Спасибо за внимание. Друзья, спасибо. Мы это сделали наконец-то. Ну, в смысле, спасибо всем, кто дожил. Вот. Все. До завтра. Всем пока. Спасибо.